Мы всех очень рады видеть сегодня завершающий день нашей школы. Что нас сегодня ждет? Нас сегодня ждет круглый стол, завершающий полемический трек, который прошел вчера. И сегодня нас ждет завершающая лекция, которая является обещанным сюрпризом от нашей летней школы вам, слушателям. И мы хотим предупредить о том, что данная лекция записываться не будет. Поэтому просим всех прийти сюда, послушать лекцию очно или подключиться дистанционно в Зуме. Это будет эксклюзив. А теперь мы готовы точно начинать. И сегодня модерировать круглый стол будет Евгений Васильевич, и я передаю ему слово. Спасибо. Дорогие коллеги, я давно заметил такую тривиальную вещь, что хорошая конференция, ну или вообще хорошее научное мероприятие, отличается тем, что после него всегда чешутся кулаки. Хочется много кому много чего хорошего сказать. Так вот, сегодня у нас день для этого. Предыдущие сессии были очень хорошими, и сегодня мы можем сказать друг другу все комплименты, у кого какие накопились. Значит, ну у нас есть три специально подготовленные реплики, авторы те же, что вчера, и первый свою реплику скажет Ольга, пожалуйста. Всем добрый день еще раз, кого не видела, даже добрый день тем, кого видела. Про что будет в целом, скорее всего, я надеюсь, потому что я не знаю, каковы будут реплики остальных моих коллег сегодняшних, но надеюсь, что они будут тоже так или иначе связаны с тем, что я сегодня расскажу. Речь будет идти про так называемые установки ДСЭ, или как вы могли, может быть, прочитать в аннотации круглого стола, как мы это назвали модальностями ДСЭ. Ну, конечно, более правильно, скажем так, более употребимый вариант терминологический, это, конечно, установки ДСЭ. Ну, здесь можно говорить про всякие различные пропозициональные установки, можно говорить не только про пропозициональные, но и про всяческие феноменальные. Но вот для того, чтобы не разводить очень сильно, вот не каждый раз не писать там пропозициональные установки или феноменальные установки, просто будем называть их установками ДСЭ. И вот название моей реплики, как оно сформулировано на слайде, установки ДСЭ, семантика или прагматика. Давайте начнем с того, меня не тыкает. Итак, начнем с того, что я представлю, опять же, план того, что нас сегодня ждет. Во-первых, я расскажу три такие основные истории, которые обычно приводят в защиту нередуцируемости этих самых установок ДСЭ. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что установки ДСЭ невозможно свести ни к установкам ДРЭ, ни к установкам ДДИКТА. И вот в рамках этого тезиса нередуцируемость установок ДСЭ очень часто приводят различные, скажем так, истории. Может быть, в каком-то смысле можно назвать их мысленными экспериментами. Но так или иначе, вот такие три основных истории я представлю. Во-первых, это будет история про редактора-миллионера Гектора Мерри Кастаньеды. Второе, это будет история про всезнающих, но неосведомленных богах Льюиса. И, наконец, про достаточно известного персонажа в философской литературе, наводящего беспорядок в супермаркете покупателя. И этот пример предложил, соответственно, Джон Перри. Затем я немножко представлю семантику индексика. Просто расскажу один из подходов к установкам ДСЭ, который как раз-таки предполагает, что они действительно нередуцируемы. И эта нередуцируемость имеет семантическую природу, то есть носит семантический характер. Затем будет немного прагматики. То есть здесь я расскажу уже про тот подход, который говорит, что, в общем-то, не всегда и не все установки ДСЭ могут быть объяснены. Их нередуцируемость может быть объяснена именно семантической их природой. На самом деле, с точки зрения некоторых авторов, все-таки эта нередуцируемость носит уже прагматический характер. Ну или, по крайней мере, семантика должна быть дополнена прагматикой, для того, чтобы можно было говорить об этой самой нередуцируемости установок. Ну и, наконец, представлю свой небольшой, скажем так, тезис. В каком-то смысле мне кажется, что, наверное, я ближе к позиции о том, что нередуцируемость установок связана с прагматической природой. Но посмотрим, может быть, я расскажу свой тезис, свою идею, и, может быть, кто-то мне, наоборот, скажет, возразить, что нет, на самом деле речь идет о семантике. Ну вот, думаю, что это пообсуждаем, про это тоже поговорим. Итак, что такое ДСЭ установки? ДСЭ установки, если мы будем смотреть на них с точки зрения, скажем так, банально-лингвистической, это установки, для высказывания которых агент использует либо местоимение первого лица. Ну вот, например, некий Илья говорит о себе, что он является хорошим другом. То есть в данном случае он говорит не о каком-либо другом объекте, не знаю, например, о леве, он не говорит, что лев какой-то является хорошим другом. Он не говорит, он не высказывает какую-либо пропозицию в данном, соответственно, случае. Он не говорит, что там, я считаю, что земля круглая и так далее. Здесь он просто говорит о себе, приписывает вот это свойство быть хорошим другом. В таком случае, когда мы говорим что-либо о себе, вот мы используем местоимение первого лица, ну вот в данном случае конкретно я, может быть там мы, это не так сильно важно. И, наконец, когда мы говорим о других людях, то есть приписываем пропозициональные или же феноменальные установки другим агентам, мы используем рефлексивные местоимения третьего лица. Мы предположим, что это самый некий лев, говорит, Илья убежден, что он хороший друг. Имея в виду, что здесь у нас он со звездочкой, это как раз-таки, скажем так, имеет анаферическое прочтение, то есть оно указывает нам на этого самого Илью, а не на какого-то другого он, который там может быть. Ну, либо вот мы можем сказать, что Илья убежден, что он сам хороший друг. Вот эта частичка сам, которая у нас здесь добавляется, она должна нам подсказать и помочь понять, что убежденность Ильи в том, кто же является хорошим другом, это вот он сам, этот самый Илья. В чем обычно говорят с точки зрения авторов, которые считают, что ДС не редуцируемы, в чем же специфика этих самых высказываний ДС установок, почему они не редуцируемы? Потому что при замене индексикальных местоимений на кореференциальные им выражения, то есть, например, на имена собственные или на дискрипции, теряются некоторые идеи особого эпистемического доступа агента к самому себе. И речь может идти не обязательно прямо вот, так как я здесь сформулировала об эпистемическом доступе, речь может идти, например, о том, что агент осведомлен о том, что происходит, грубо говоря, внутри него. То есть, в каких ментальных состояниях он находится, у него там может быть есть какая-то способность к интроспекции и прочее. Ну и грубо говоря, что он обладает самосознанием, скажем так. И вот как раз-таки в подобных ДС установках идея того, что агенты обладают этим самосознанием, она обязательно должна демонстрироваться. И вот раз эти агенты действительно обладают самосознанием, значит, соответственно, установки ДС нельзя свести к установкам, например, ДРЭ. Ну, самый, естественно, основной вариант – это сводить установки ДС к установкам ДРЭ. То есть, есть ли какая-то принципиальная разница, говорю ли я об объекте вокруг меня, или же я говорю, соответственно, о себе самом. То есть, может быть, я просто точно такой же объект, как и все остальные вокруг меня, ну, просто какой-то чуть более другой. Вот те, кто считают, что установки ДС не редуцируемы к ДРЭ, в частности, они считают, что нет. Вот я сам – это несколько иной объект, у него другая природа, у него иной характер. И, соответственно, установки, в которых мы говорим об этом вот самом вот уникальном таком объекте под названием я сам, или, может быть, там самость, если хотите, вот, соответственно, их свести нельзя. Ну, и давайте посмотрим на примерах, то есть, что происходит, если мы заменяем эти самые наши индексикальные местоимения на кореференциальные выражения, то есть, как это может выглядеть. Вот, например, мы можем взять вот такой пример. Илья убежден, что он хороший друг. В данном случае вот у этого высказывания у нас может быть, опять же, два прочтения. Может быть, прочтение ДРЭ, может быть, прочтение, соответственно, ДС. О чем идет речь? Если Илья убежден, что кто-то там другой, на кого он указал при помощи местоимения, он является хорошим другом, то в таком случае это будет прочтение ДРЭ. Потому что мы говорим про какой-либо объект, про который, соответственно, Илья что-то там, в общем, имеет какое-то убеждение об этом самом объекте. В то же самое время, неоднозначно из этого высказывания подразумевает, что, в общем-то, мы можем прочитать его именно в контексте ДС. Что Илья убежден, что он, вот тут следовало бы добавить звездочку, но это будет чуть дальше, что он сам является хорошим другом. То есть в таком случае у нас возникает некоторая амбивалентность прочтения, то ли ДРЭ, то ли ДС. Если мы, конечно, выделяем ДС в отдельную группу. Если не выделяем, то, очевидно, ДРЭ. Мы можем, соответственно, заменить местоимения на собственное. Илья убежден, что Илья хороший друг. Вроде тоже выглядит нормально. Вот, собственно говоря, тот самый вариант, в котором нет никакой неоднозначности, за счет того, что я поставила звездочку или добавила частичку сам. Вот третий вариант у нас чистое прочтение ДС с точки зрения сторонников его нередуцируемости. Ну и, например, можем, соответственно, забавить дискрипцию. Определенно, Илья убежден, что аналитический философ из Уральского федерального университета, специализирующийся на модальностях, является хорошим другом. Почему, собственно говоря, возникает проблема, то есть, какая разница, почему бы не заменить просто на имя собственное или на соответствующую, соответственно, развернутую дискрипцию? Проблема в том, что Илья, когда, если мы возьмем второй и четвертый пример, он может, собственно говоря, не быть осведомленным о том, что его зовут Илья. Он может быть неосведомленным также о том, что он является аналитическим философом из Урфу, который специализируется на модальностях. Он может страдать от амнезии, у него может случиться, не знаю, внезапный приступ амнезии или еще что-то. И в таком случае, когда он, например, может, соответственно, давайте так сформулируем, если возьмем последний пример, что Илья убежден, что аналитический философ из Урфу – хороший друг. То есть он может вполне быть уверенным, что действительно существует какой-то аналитический философ из Урфу, он специализируется на модальностях, он действительно является хорошим другом. Предположим, он может вообще думать про кого-то другого. Но, тем не менее, при всем при этом Илья не может быть убежден, что он сам является вот этим объектом, на которого указывает вот эта самая дискрипция, которая здесь представлена. А также, с точки зрения сторонников нередуцируемости ДС, это означает, что у Ильи, ну, я не скажу, что у него в данном примере отсутствует самосознание, но есть какие-то сложности с определением того, про него Ильич идет или не про него. Соответственно, проблему ДС-остановик очень часто формулируют как проблему специфики значений индексикальных выражений. То есть, с одной стороны, у нас есть лингвистическая проблема в том, как мы это выражаем, как нам подсчитывать высказывания, то есть какие значения есть у этих высказываний. С другой стороны, соответственно, эта проблема уходит в какой-то степени, можно сказать, в область и философии сознания, потому что она так или иначе связана с вопросом, а там есть ли какой-то особый статус у вот этой самой самости, про которая здесь вроде как предполагается. Итак, теперь посмотрим на три истории. Значит, первая история редактора-миллионера Кастанеды. Она, в принципе, была похожа на те примеры, которые только что я приводила с Ильей. Итак, у нас есть некий редактор, единственное, только я не знаю, может кто-то расскажет, если кто знает, что это за журнал или газета Soul, про которую Кастанеда приводит пример. В общем, я решила не приводить, а ставить, как есть в английском варианте. Вот, редактор Soul знает, что он миллионер. Он со звездочкой означает «почтение ДС». И вот что нам Кастанеда по этому поводу говорит. Редактор Soul может знать, что он сам является миллионером, хотя и не знать, что он сам является редактором Soul. Потому как, например, он может быть убежден, что редактором Soul является вот некий нищий Ричард Безгрошовой. Собственно говоря, у нас возникают проблемы с идентификацией. То есть, а кто является референтом чего? Дальше Кастанеда продолжает эту историю разуметь и говорить, что 15 января 65-го года человек, которого только что назначили редактором Soul, еще не знает о своем назначении. И он прочел завещание эксцентричного бизнесмена, оставившего несколько миллионов человеку, который станет редактором Soul именно в этот день. Получается, что тот человек, который у нас высказал это высказывание, которое у нас в первом пункте представлено, он действительно может рассказать. То есть, он знает, что редактор Soul, точнее так, редактор Soul знает, что он миллионер. Но когда, то есть, не знаю, давайте назовем его Джон, чтобы не путаться. Вот этот Джон делает высказывание, редактор Soul знает, что он миллионер. Фактически, вроде бы, это высказывание о нем самом, потому что он и редактор Soul, потому что его только что назначили, и он миллионер, потому что он прочитал, что редактору Soul, в смысле, завещали целый миллион денег. С другой стороны, мы понимаем, что он не знает, что он на самом деле редактор Солл, и данное высказывание, которое он сформулировал, оно на самом деле, в общем-то, с его точки зрения, скажем так, с его внутренней позиции, оно, в общем-то, не о нем самом, а о каком-то другом человеке, который, соответственно, является редактором Солл и, соответственно, внезапно стал миллионером. Из обсуждения этого примера, к основанию как раз-таки делаем вы, что он с этой звездочкой, это существенный индексикал, который нельзя редуцировать к референциальным выражениям. То есть то, о чем я говорила на предыдущем слайде. И, соответственно, более того, этот индексикал является примитивным, и дальше анализировать его, то есть пытаться разобрать какие-то, соответственно, элементы, которые могут в нем существовать, невозможно. Это такой самый прям примитивный способ референции к индивиду, к самому себе, к вот этой некоторой самости. То есть здесь не ставится вопрос о пантологической природе самости, а метафизической и прочее, просто она, скажем так, предполагается. Ну и в связи с тем, что в данном случае мы говорим об установках относительно третьего лица, то если мы говорим о себе, то оказывается, что параллельно с этим существенным индексикалом «он» у нас также есть и известный нам индексикал «я», с помощью которого индивид как раз-таки выражает тот самый уникальный смысл от первого лица, который невозможно выразить никому другому. То есть каждый, когда употребляет это самое местоимение «я», он говорит и высказывает только такую пропозицию, которую может высказать он сам и никто более другой. Немножко тоже напоминает Фреги. Собственно говоря, где-то Фреги тоже находится в основании всей вот этой вот традиции несводимости установок ДСЭ. Давайте, ну вот, собственно говоря, да, в установках ДСЭ мы приписываем тот же уникальный смысл первого лица, индивиду, о котором идет речь. То есть в данном случае речь идет просто о третьем лице. Теперь давайте посмотрим второй пример, вторую историю про всезнающих, но неосведомленных о самих себе богах Даллида Юйса. Я тут сделала небольшой перевод как раз этой части, которая сюда плывет в качестве примера, значит, рассмотрим случай двух друг. Они обитают в определенных возможных мирах, и они точно знают, какой это мир. Это означает, что они знают все истинные пропозиции, какие существуют про свой мир. Поскольку знание является пропозициональной установкой, значит, боги являются всезнающими. Ну, значит, они знают все пропозиции, значит, они всезнающие. И теперь я могу представить, что они стреляют от невежества. Ни один из них не знает, каким богом они являются. На самом деле оказывается, что боги-то не абсолютно одинаковы. То есть они не отождественны друг другу, несмотря на то, что они вроде обитают в похожих мирах. Значит, один из них живет на вершине самой высокой горы и посылает с этой горы манну. Второй же обитает на вершине самой холодной горы и посылает, соответственно, гром. Ни один из них не знает, не живет ли он на самой высокой горе или на самой холодной, не посылает ли он манну или гром. То есть он что-то-то посылает, они знают об этом, они знают, что они где-то живут на вершине какой-то горы. Но вот какая конкретно эта гора и конкретно что они с этой горы, значит, обитателям вниз отторождают, они не знают. И что, соответственно, Льюис делает вывод из этого, что если возможно не обладать знаниям и в то же время обладать пропозициональным знанием, очевидно, что раз они чего-то не знают про то, где они живут на вершине какой горы и что они посылают с этой самой горы, значит, что они не обладают знаниям. Но в то же время, по условиям нашего мысленного эксперимента, они всем пропозициональным знаниям обладают. Значит, тогда то знание, которым они обладают, не является пропозициональным. Значит, помимо пропозиционального знания существует еще какое-то знание, и вот именно этого знания у этих богов как раз-таки и не хватает. Думаю, всем, кто знаком более-менее с философией сознания, очень сильно напоминает этот мысленный эксперимент, аргумент знания Фрэнка Джексона про, соответственно, помняту Мэри. И какой будет из этого Льюс делать? То есть, мы видим, что традиционная теория, согласно которой пропозициональные установки – это двухместное отношение между агентом и пропозицией, то есть пропозиция выступает содержанием этой установки, она, в общем-то, ошибочна. То есть, когда мы находимся в пропозициональной установке, мы, в общем-то, на самом деле в ней не находимся с точки зрения Льюиса, потому что эта установка не по отношению к пропозиции. А раз она не по отношению к пропозиции, значит, она и не пропозициональна. Знание ДС в итоге с точки зрения Лиуса не сводимо к пропозициональному знанию, так как можно обладать знанием всех истинных пропозиций, но и обладать знанием ДС. Вот это самое знание, которого не хватает богам, осведомленности о себе, на какой горе они находятся и что они посылают, это как раз-таки с точки зрения Лиуса и есть это самое знание ДС. Надár. Шемплиницы – содержание аудистовного, то есть традиционная теория не верна, какая верна с точки зрения дейлてса, а то, что содержанием и усто нол già выступают, не на пропозиции, а свойства. Агент находится, на самом деле, всегда на отношении самоприписывания себе этих свойств. То есть, когда мы говорим о пропозициональных установках, там держа только в кавычках, держа меняточнее, что пропозициональные установки должны быть в кавычках, да, на самом деле, агент просто самоприписывает сам себе некоторые свойства, которыми он соответственно обладает. Установки ДСЭ с точки зрения Льюиса, они вообще оказываются привычными по отношению и к установкам ДРЭ, и к установкам Буддикта. Установки Буддикта – это вообще базовые установки ДСЭ, в которых самоприписываемые свойства являются свойства быть элементом определенного множества возможных миров. Ну, и таким образом, соответственно, высказывать что-либо, о каком-либо положении дел в мире. Установки ДРЭ – это тоже установки ДСЭ, потому что они базовые, в которых самоприписываемые свойства являются свойства находиться в определенном уникальном отношении к некоторому объекту. То есть, таким образом, с точки зрения Льюиса, все установки и ДРЭ, и ДДИКТА на самом деле сводятся к установкам ДСЭ. И это сведение, скажем так, позволяет себе осуществить за счет того, что отказываются от традиционной теории, согласно которой агент находится в отношении к пропозиции. С точки зрения Льюиса нет, никакого отношения к пропозиции нет, агенты на самом деле просто приписывают себе наличие каких-либо свойств. И вот именно наличие, именно прописать себе свойства находиться на такой-то горе и приписать себе свойства метать там с этой горы манну или гром, вот как раз-таки это эти двое неосведомленных будет сделать и не могут. Хотя пропозициональным знанием они полостью обладают. Ну и, наконец, последний пример, последняя история с наводящим беспорядок покупателям в супермаркете Джона Перри. Тоже небольшой перевод. Однажды я шел по следам рассыпанного на поле супермаркета сахара, толкая свою тележку между рядами в поисках покупателя с порвавшимся пакетом сахара, чтобы сказать ему, что он пачкает пол. С каждым поворотом следы становились все менее заметными, но я никак не мог найти этого покупателя. Наконец, меня осенило. Я был тем самым покупателем, которого я пытался найти. Изначально я в английском стоит «бив», соответственно, можно переводить как «убежден». То есть изначально у меня было убеждение, что покупатель с порванным пакетом сахара пачкал пол. И я был прав. Но у меня не было убеждения в том, что это был я, кто пачкал этот самый пол. Кажется, это то, во что я поверил, или это то убеждение, которое я приобрел именно со временем. И когда я, наконец, поверил или приобрел убеждение в этом, я перестал идти по следам рассыпанного сахара и поправил свой порванный пакет, ну, видимо, в тележке, чтобы перестать, наконец-то, пол супермаркета пачкать. Вот, собственно говоря, это уже одна из очень известных историй, которую Перри рассказывает. И для чего он это делает? Для того, чтобы сказать, что индексикалы как раз-таки являются существенными индексикалами, и установки ДСЭ, они тоже не сводимы к установкам ДРЭ или к установкам ДДИКТА. Почему они не сводимы? Потому что, если мы уберем установки ДСЭ, мы не сможем объяснять поведение агентам. Если мы сравним вот эти два убеждения, то есть там я убежден, что покупатель с порванным пакетом пачкает пол, versus я убежден, что я пачкаю пол. Только во втором случае, когда, соответственно, у меня есть убеждение о том, что это именно я пачкаю пол, мое поведение будет другим, нежели в случае, соответственно, если я нахожусь там в установке ДРЭ по отношению к какому-то, наверное, даже не ДРЭ, он же не знает его, наверное, ДДИКТА будет, что существует, в общем, есть какой-то там некий возможный человек, который вот, соответственно, пачкает пол, и он пытается его найти. Изменения в поведении Перри, когда вот он останавливает тележку, поправляет пакет, и сахар больше не сыпется из этого пакета, это как раз-таки результат того, что он находился в установке ДСЭ, то есть в установке по отношению к самому себе. Именно это объясняет разницу в поведении. Есть еще тоже очень известный пример, связанный, очень похожий на пример Перри, это пример Дэвида Каплана с тем, что мои брюки охвачены огнем, что-то такое. Если я, соответственно, вижу просто в зеркале человека, смотрю в зеркало, не узнаю себя, соответственно, просто вижу, что у человека загорелись брюки, и говорю, вот у него горят брюки. Сделав это убеждение, совершив это высказывание, я, тем не менее, не начну пытаться сбить с себя огонь, предпринять, в общем, какие-то попытки, чтобы потушить свои брюки, ну, потому что логично, я считаю, что брюки горят на другом человеке, зачем я буду что-либо делать со своими брюками? Ну, как-то обычно мы так не поступаем, если мы здравомыслящие люди. Но в тот момент, когда Каплан или кто-либо там другой герой, опять же, осознает, что он в зеркале-то видит все-таки свое отражение, то его поведение полностью меняется. Он понимает, что брюки-то его, и жизнь-то, в общем-то, и здоровью угрожает эта ситуация его, и, значит, нужно что-то предпринять для того, чтобы брюки эти самые потушить. Значит, вот, опять же, ситуация практически параллельная тому, что рассказывает Перри, ДС-установки нужны для того, чтобы можно было объяснять поведение агентов. Ну, как раз вчера, когда Анна Юрьевна рассказывала про объяснительную силу индексикальных выражений в ситуационной семантике Перри и Барвайза, как раз-таки тоже эта же самая идея у Перри, она там и звучала, просто, ну, как бы, примера там такого конкретного не было. Итак, теперь немного про семантику индексикала. Сейчас я уже буду стремиться к завершению. Один из очень интересных таких лингвистических, семантических подходов к объяснению спецификой установок ДСЭ предложил Джон, ой, я только не помню, то ли Джон, то ли Джеймс, Хиггенботта. Он предполагает, что мы используем «я» для указания на себя, как на совершающего конкретное высказывание, это вполне себе стандартная позиция, а также как на некоторого субъекта опыта, то есть на некоторого субъекта, который переживает вот этот самый ментальный опыт. Что это за ментальный опыт? Это различные убеждения, желания, воспоминания, воображения и так далее. В общем, все-все-все, чем может похвастаться наша психика. Если мы используем в наших высказываниях местоимение «я», значит, мы, по всей видимости, умеем следовать правилу употребления «я», а это правило предполагает, что мы должны указывать на самого себя, если мы, соответственно, хотим этим местоимением воспользоваться. Но для того, чтобы указать на самого себя, необходимо вообще, в принципе, уметь определять референцию как таковую, то есть вообще быть знакомым с тем, как это делать, то есть как сделать так, чтобы указать на объекты, которые меня окружают. И, соответственно, для того, чтобы уметь это делать, необходимо еще и обладать, в принципе, концепцией референции в целом, чтобы, опять же, уметь указывать на объекты вокруг себя. Ну и также он дополнительно говорит, что помимо обладания концепцией референции в целом, надо еще обладать и концепцией референции к самому себе. И обладание одним к обладанию другим не сводится, то есть это разные вещи. Референция к самому себе, и, собственно говоря, почему разные вещи? Потому что референция к самому себе предполагает особый способ, по которым индивид представлен самому себе, вот то, о чем я говорила, что оказывается, что у некоторых, точнее, не у некоторых, а наоборот, у людей, по всей видимости, у агентов, имеется некоторое самосознание, и только вот по отношению к самому себе они в таком отношении могут находиться, то есть являться самосознающим субъектом. И если мы обратимся к языку, где мы можем встретиться с такими, соответственно, явными, явной демонстрацией наличия самосознания субъекта, являются некоторые синтаксические конструкции с непроизносимым анафорическим элементом про, которые нам как раз-таки эти самые десе прочтения и продемонстрируют. Вот сейчас я их покажу. Вот представим, что у нас есть предложение «Джон хочет съесть гамбургер». Мы можем, соответственно, его разложить, ну, то есть представить, соответственно, интерпретацию этого выражения двояким способом. Давайте начнем со второго. То есть мы можем сказать, что Джон хочет, ну, то есть понятно, что это грамматически некорректно с точки зрения английского языка, то есть так не говорят. Говорят так, как представлено вот в первом пункте. Мы после глагола просто ставим инфинитив. Но если мы обратим внимание на вот второй, по цифрке 2, ну, в принципе, можно объяснить, что Джон желает про самого себя, чтобы этот он сам съел гамбургер. Однако, как говорит Хиггинботом, во втором случае, во второй интерпретации у нас есть, скажем так, ну, нет написано вероятность, но на самом деле это, наверное, даже лучше сказать необходимость установления тождества между тем, кто, каково Джон хочет, чтобы он что-то сделал, и тем, кто что-то должен сделать. А там, где мы попадаем в ситуацию необходимости установления тождества между двумя объектами, мы попадаем в ситуацию того, что может быть совершена ошибка. И этого тождества может на самом деле не быть, или оно может быть нарушено, или еще что-то, или мы можем ошибиться в установлении этого тождества, и так далее. В то время как в первом случае, если мы вставляем вот этот вот непроизносимый анафорический элемент про, который отсылает нас как раз-таки автоматически к Джону, мы никаких, соответственно, отношений тождества в данном случае не устанавливаем. И поэтому, когда мы прочитываем, ну, то есть мы носители языка английского, прочитываем, соответственно, первое предложение, что Джон хочет съесть гамбургер, мы автоматически понимаем, исходя из семантики языка, и синтаксис я бы еще тоже здесь добавила, мы понимаем, что тот, кто, то есть тот, про кого Джон хочет, чтобы он съел гамбургер, это он сам. То есть мы не пытаемся понять, что Джон хочет, чтобы кто-то другой съел гамбургер, этот кто-то другой является Джоном, вот мы установили тождество, и значит, мы осознали, что происходит. На самом деле нет, с точки зрения Хиггенботтема, у нас есть вот этот непроизносимый элемент про, и его достаточно для того, то есть мы официально, скажем так, в написанном тексте мы его не видим, в услышанном фразе мы тоже его не слышим, однако нам достаточно знания нашей семантики и синтаксиса для того, чтобы понимать, что он там на самом деле скрывается. И поскольку ряд глаголов, выражающих ментальное состояние, опять же, про убеждение, желание, воспоминание и прочее, допускает использование герунди после себя, это, то есть в данном случае у меня нет примера с герундием, но тут можно было сказать, что Джон wants eating hamburger. Это звучало бы, может быть, не очень прям так вот по-носительски с точки зрения носителя, но в принципе здесь тоже допустимо. Он разбирает различные тоже примеры, где глаголы, выражающие ментальное состояние, после них стоят герундий в английском языке. И вот он говорит, что как раз таки факт того, что мы можем сформулировать вот такие вот высказывания, как раз и демонстрирует вот этот самый феномен рефлексивности установок ДСЭ. А, ну вот как раз у меня здесь есть пример, я его немножко адаптировала, тоже, предположим, в первом высказывании я говорю, что я помню, как я читала лекцию в Томском государственном университете 27 июля прошлого 2022 года. В первом случае стоит герундий, во втором случае, соответственно, стоит, ну то есть в втором случае добавляется у нас подчиненное предложение через союз. В данном случае семантика первого с точки зрения Хиггинботтема такова, что воспоминание предполагает опыт того, о чьем воспоминании идет речь. То есть сказать, давайте лучше со второго тогда я объясню. Семантика второго допускает, что у говорящего такого опыта нет, ему просто об этом сообщили. То есть мы можем представить, что у меня случилась амнезия, не знаю, 28, например, июля, и я забыл, 2022 года, и я забыла о том, что я вчера читала лекцию. Но потом 30 июля мне рассказали о том, что я 27 июля действительно читала лекцию. После этого у меня приступов амнезии не случалось, и я с тех пор помню, что я читала лекцию 27 июля 2022 года. Однако актуального опыта воспоминания у меня как не было, так и нет. Однако я помню об этом, потому что мне об этом сказали. Вот такое прочтение допустимо в втором варианте. Такое прочтение недопустимо тогда, когда у нас есть герунди, потому что специфика синтаксических и семантических отношений герунди с точки зрения Хиггинботтема такова, что если мы после глаголов, выражающих ментальное состояние, используем герунди, это означает, что это реальный опыт того, кто нам делает это высказывание. И, соответственно, семантика и синтаксис таковы, что они объясняют нам, почему установки ДС не редуцированы. Однако существует другой подход, скажем так, немного более прагматический. Александра Капоне, он говорит о том, что подход Хиггинботтема, вот чисто такой семантический его, необходимо дополнить подходом прагматическим, что на самом деле не во всех случаях мы можем с вами встретить вот этот элемент про, где он ведет себя именно как синтаксический, семантический элемент. И вот как я рассказала о том, что всегда ставим после глаголов, выражающих ментальное состояние герунди, это означает, что этот опыт был на самом деле у человека. Вот Капоне говорит, что он, правда, ссылается, конечно, на итальянский язык, и говорит о том, что вот если мы посмотрим на синтаксис и семантику итальянского языка, то мы увидим, что есть некоторая разница между тем, что предлагает Хиггинботтем для английского, и тем, что мы находим, соответственно, в итальянском. Но, тем не менее, он использует, вот, скажем так, материал итальянского языка для того, чтобы доказать, что все-таки Хиггинботтем немного неправ. И вот Капоне говорит, что элемент про в одних ситуациях ведет себя как обладающий чисто семантической природой, например, с глаголом помнить, то есть вот с предыдущим анализом, с глаголом помнить, который я привела про помнить, что, соответственно, читал лекцию. Здесь все в порядке с точки зрения Капоне, действительно, этот анализ подходит. Но в других случаях он требует дополнения со стороны прагматики, то есть невозможно, исходя из только синтаксиса предложения и вот этой семантической природы этого анафорического элемента про, выявить, что агент, там, субъект обладал действительно этим опытом. Почему мы так делаем? Почему мы так прочитываем эти высказывания? Потому что мы на самом деле привлекаем некоторые прагматические факторы. И вот он говорит, что, в частности, такое происходит с глаголом ожидать. То есть семантический подход не может быть модифицирован так, чтобы избавиться от своих сложностей. Соответственно, единственный способ, который Капоне видит, это дополнить его прагматическим. То есть, грубо говоря, оставляем семантический подход Хигиенботтема, но для некоторых глаголов дополняем его, соответственно, подходом прагматическим. Ну и объясняет это он таким образом, что этот самый элемент профстроен в логическую форму предложений не на уровне семантики, но на уровне прагматики. И тут, на мой взгляд, немножко странное, видимо. Ну, то есть, видимо, у него достаточно свое понимание прагматики в этом случае, но, на мой взгляд, оно немного странное. Что вот этот элемент про, он представляет собой своего рода концепт ментализа, вот этого самого ментального языка, про который там тот же самый Фодор говорил, Омский где-то что-то тоже обсуждал и так далее. То есть, опять же, ссылаясь на то, что существует некоторый особый способ презентации, с помощью которого индивид мыслит о себе самом. И этот особый способ презентации, с помощью которого индивид мыслит о себе самом, его невозможно найти в семантике для некоторых глаголов, но его можно найти в прагматике для других глаголов. Да. Ну, в предложениях этот элемент восстанавливается через прагматические пресуппозиции, Но, соответственно, в этом случае прагматический подход дополняет семантически. Ну и завершающий как раз таки слайд про, скажем так, некоторую черновую позицию, которую я занимаю, по крайней мере, на данный момент. Я тоже считаю, что ДСЭУ установки нередуцируемы, однако мне не нравится идея ссылки на то, что эта нередуцируемость связана с каким-то самосознанием, внутренним представлением о том, как человек относится к самому себе, о какой-то природе самости и прочее. Я считаю, что причина этой нередуцируемости – это просто стандарты языковой коммуникации, в которую мы погружены с момента, соответственно, появления в социуме. Встроенность идеи особого отношения к самому себе в язык не позволяет включить самого себя, вот эту самость, в класс других объектов. То есть просто так язык у нас устроен, то есть так, даже не язык у нас устроен, а так устроена коммуникация, что мы предполагаем, что самость является объектом, который отличается от всех остальных объектов. Ну и, соответственно, когда я говорю что-то о себе самом или говорю что-то о другом человеке, как будто бы он говорил о себе самом, мне необходимо, соответственно, использовать эти установки ДСЭ. Это особое отношение носит не метафизический характер, а в каком-то смысле практический. Почему? Потому что каждый является агентом, так или иначе он способен самостоятельно выбирать и реализовывать действия, и он занимает уникальное место в мире. То есть, грубо говоря, идея перспективы или точки зрения от первого лица, вот на данный момент, мне кажется, она более-менее объясняет специфику того, почему же ДСЭ установки нередуцируемы. Однако, следует понимать, что индексикалы не являются единственными способами выражения перспективы в языке, то есть вот этого уникального места в мире, который занимает каждый из нас, банально пространственно-временные координаты отличаются. И, соответственно, в различных языках выразить вот эту перспективу и свое уникальное место в мире можно при помощи других способов, не обязательно для этого пользоваться индексикалами. Поэтому мне еще кажется несколько сомнительным вариант говорить о том, что вопрос об установках ДСЭ – это вопрос исключительно о значении индексикалов. Это не вопрос исключительно о значении индексикалов, это просто вопрос о множестве иных способов выражения перспективы, которые существуют в различных языках. Просто вот так получается, что, например, в английском языке, да, есть индексикалы, в русском языке есть индексикальные местоимения, но есть другие, соответственно, языки, в которых перспектива и место в мире, они выражаются совершенно другим образом. Поэтому, если мы хотим разобраться с ДСЭ, нужно разбираться не конкретно с индексикалами, то есть индексикалы – это часть, но не целая. Нужно разбираться с различным множеством способов выражения этой самой перспективы, и тогда, может быть, мы сможем понять специфику этих самых установок ДСЭ. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Коллеги, у нас сегодня будет общая дискуссия, поэтому я предлагаю после каждого доклада задать коротко только вопросы на понимание. То есть, значит, если вам остались непонятными какие-то формулировки, то давайте это сейчас уточним. Полемические замечания или альтернативные подходы к проблеме и все такое оставим на финальную полемическую часть. Есть ли вопрос, Алексей, пожалуйста? Давайте Иван, потому что Иван раньше меня понял, как у него раньше... Хорошо. Спасибо. У меня вопрос по поводу богов Льюиса. Если я правильно понимаю, они же должны жить в одном мире, чтобы аргумент работал. Ну, по-моему, Льюис, они живут в разных мирах. Если они живут в разных мирах, то они про друг друга могут ничего не знать. Они же знают только про свой мир. Да, в связи с вами, каждый разведен по миру, и каждый знает только один о своем мире, второй о своем мире. А почему может возникать вообще мысль, что он никаким богом является, он про другого бога просто ничего не знает? В самом деле, лично у меня есть непонимание этого примера Льюиса в плане того, что он неочевидный, скажем так. Поэтому тут вот я бы не ответила на вопрос. Но, по-моему, они все-таки живут каждый в своем мире. У меня есть предположение о том, что Льюис имел в виду, что они не знают даже и того, в котором из миров каждый из них живет. Коллеги, я прошу прощения, давайте предположение тоже оставим, но потом сейчас у нас время, сейчас у нас немножко времени на вопросы, на понимание. Окей, Алексей, пожалуйста. У меня на понимание, вот я совершенно не понял вот этот аргумент про этих неосведомленных богов. То есть там про сахар понятен, там про, господи, про редактора понятен, а смысл про богов не понял. Как ты, можете как-то кратко еще рассказать, или хотя бы сказать, как это по-английски? Кратко нет. Как по-английски хотя бы называются, неосведомленные боги, там это как там будет? Нет, это статья у Льюиса «Attitudes de se and de dicte», то есть установки de se и de dicte. Вот там вот он как раз этот пример приводит, и там как раз вот он свою идею того, что мы не к пропозициям относимся, а приписываем себе свойства, вот там вот он ее рассказывает. Спасибо. У меня коротенький вопрос, Ольга, в итоге что выбрали, семантику или прагматику? Ну, мне кажется, что все-таки прагматику. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? У нас есть онлайн-вопрос от Виталия Валентиновича. Виталий Валентинович, пожалуйста, мы, наверное, сейчас только вопросы на понимание задаем. На понимание. Вот то, о чем вы рассказывали, в отношении Льюиса, значит, Каплана и прочее, и особенно Перри, это все в Стэнфорде было, в Калифорийском университете, как некая ситуационная семантика так называемая. Она прочитала некоторое время, но со временем ослабления интереса к Льюису, как некому такому крайнему актуалисту на самом деле, эта тематика стала угасать. Но вот вопрос такой. Вы указали литературу, которая более-менее недавно, там, 10-го года и прочее. Это продолжение той самой тематики, или это некое родное уточнение, или это некое родное отрицание Льюиса? Это что, такая непрерывная цепь, или все-таки это некое родное уточнение, прерывы некоторое? Ну, спасибо большое за вопрос. Тематика старая, понимаете? Значит, если кто-то новое пишет вещи, значит, какие-то важные вещи говорят. Спасибо большое за вопрос. Насколько я знаю, опять же, в традиции, Льюис это вообще не очень долюбливают с этим его идеей приписывания свойств самому себе. И я бы скорее сказала, что вся та проблематика и вся дискуссия об установках ДС, которая идет сейчас, она порывает с Льюисом максимально. То есть практически никто не придерживается идеи того, что пропозициональные установки – это на самом деле приписывание себе свойств, и установки ДС являются более примитивными, а Дере и Дедикто, соответственно, сводятся именно к ним. Поэтому я бы тут скорее сказала, что эта традиция Льюиса прерывается, и идет, соответственно, просто попытка какими-то другими путями разобраться со спецификой ДС. Тогда, если вы будете докладывать еще раз, неплохо было бы подчеркнуть, что они прерывают традицию Льюиса, потому что внешнему слушателю, ну, при таком сочтении, кажется, что наоборот, это некого рода реабилитация Льюиса. Ну, спасибо за разъяснение. Коллеги, вопросы на понимание закончились. Прекрасно. Спасибо, Ольга и Анна. Следующая вступительная реплика. Уважаемые организаторы, да. Вот, Евгений Васильевич, можно спросить, какого дальнейшего порядка будет? Обещанный круглый стол будет или будут доклады? Вот у нас сейчас идет круглый стол, но у него три такие детально расписанные вступительные реплики. Итак, у нас всего три часа. 40 минут реплика? 40 минут реплика? Да, по предыдущему. Ну, там было больше 40, мы начали. В общем, регламент у нас полностью сам на реплику. Вот, значит, сначала три реплики, а потом общая, круглая стол, общая дискуссия. Я что могу вырубаться пока? Хорошо. Я прошу прощения за заминку. На самом деле я не буду занимать слишком много времени, потому что большую часть из того, что я хотела бы и могла бы сказать по этой теме, уже сказала Ольга, и по большей части у меня нет возражений против ее точки зрения. То есть я тоже считаю, что модальность ДС представляет собой важный феномен, в частности, и для семантики, но я считаю, что основания для того, чтобы ее в семантике постулировать, в сущности, являются внешними, а именно эпистемологическими и прагматическими. Ну вот я просто несколько акцентов оставлю. Значит, вот в пользу несводимости модальности ДС к другим модальностям существуют различные аргументы. Я сконцентрируюсь на тех из них, в первую очередь, которые базируются на эпистемологической почве, то есть они говорят о несводимости именно убеждений ДС, а не приписываний ДС установок. Значит, вот аргументы от незнания. Больше их, самую известную их часть мы услышали в докладе Ольги. Вот по поводу аргумента двух богов, мне кажется все-таки, что смысл состоял в том, что есть два мира, в одном из которых бог живет на одной горе, в другом на другой, и просто каждый из богов не знает, богом какого мира он является. Но я могу ошибаться. Значит, ну вот самая... Самая значимая часть аргументов этого рода состоит именно в том, что, значит, никакими знаниями от третьего лица невозможно объяснить поведение человека в том случае, если он знает, что этим самым индивидом, о котором, значит, он в чем-то убежден, является он сам. То есть, ну вот, скажем, в том же случае со штанами горящими. Значит, поведение человека, который убежден в том, что у него горят штаны, штаны можно считать рациональным, логичным, если он, например, там ищет воду или просит кого-то передать ему воду или там огнетушитель и направляет его на свои собственные ноги. А если он, например, думает о том, что штаны там какого-то Джона горят и не идентифицирует себя с этим самым Джоном, то его поведение будет другим. То есть, он попытается как-то привлечь внимание этого человека, о котором он думает, что это другой человек, отличный от него самого, попытается передать ему воду или огнетушитель и так далее. Ну и все это плавно переводит нас ко второму роду аргументов, а именно аргументы от когнитивного сходства и различия, о которых я вот говорила в своем докладе и вчерашнем. И сегодня тоже, ну вот в докладе Ольги они были затронуты. Значит, смысл в том, что несмотря на то, что, значит, этот самый человек, у которого горят штаны, если он не идентифицирует себя с тем, о ком он убежден, что у него горят штаны, он будет вести себя по-другому, не так, как если он думает, что горят штаны у него самого. Значит, другой агент, совершенно другой, скажем, Смит, в случае, когда он убежден опять же о себе, то есть о Смите, что у Смита горят штаны, он будет себя вести точно так же, как Джон, который убежден о себе, что у Джона горят штаны. И если он же убежден, Смит, в том, что у Джона горят штаны, он будет себя вести по-другому, не так, как ведет себя Джон, который думает про Джона, что у него горят штаны, а более похоже на то, как ведет себя Джон, который думает, что штаны горят у кого-то еще. Вот. Значит, ну и третий вид аргументов, это аргументы от иммунитета к ошибкам, который в сущности был предложен еще Витгенштейном, когда, значит, Витгенштейн, кажется, это была голубая и коричневая книга, там, значит, он делает такое замечание, что вот по отношению к каким-то вещам, к каким-то суждениям о себе, мы говорим о себе так, будто бы я это какой-то объект. Например, ну, можно сказать о каком-то состоянии своего тела, например, там, у меня сломана рука. И в этом случае мы можем теоретически помыслить ситуацию, когда это суждение будет ошибочно отнесено к себе. Например, если человек после какого-то происшествия чувствует боль в руке и видит рядом с собой сломанную руку, которая, как он думает, принадлежит ему, а на самом деле это рука его соседа. Но в то же время есть другие суждения о себе, так называемые суждения о ментальном, которые к такого рода ошибкам не подвержены. Например, я не могу ошибочно приписать себе какую-то боль, которая на самом деле является болью моего соседа. И вот, по крайней мере, по мысли Витгенштейна, по крайней мере, в таких случаях, когда суждение иммунно к ошибкам, мы должны признать, что существует какой-то особый эпистемический доступ, который, в общем, такой, какого нет у агента к каким-то вещам, которые относятся к другим людям, не к нему самому. Ну и вот, поскольку такого рода информация используется людьми зачастую в коммуникациях, и, как я говорила вчера, очень часто только эта информация и является востребованной, язык имеет специальный аппарат для самоприписывания таких состояний и положений. И, значит, основной способ, это как раз в языке, подобном русскому и английскому, это как раз выражение с индексикалами, например, местоимение «я», ну и когда мы запрашиваем такого рода информацию у собеседника, мы можем использовать местоимение «ты», либо же, когда мы говорим о каких-то самоприписываниях, которые, как мы предполагаем, делает третье лицо, то мы также можем использовать местоимение «он», имея в виду «он сам», то, что Ольга обозначала «он» со звездочкой. И вот Перри, когда он рассуждает об этом, он подчеркивает разницу между тем, как выглядят запросы на информацию, которая самоприписывается, и на информацию, которая приписывается объекту с точки зрения третьего лица, даже если этот объект тождествен говорящему. Скажем, на какой-нибудь вечеринке мы можем спросить своего собеседника, зная, что среди присутствующих дам есть жена Джона Перри, и желая познакомиться с этой женщиной, поскольку она является женой Джона Перри, знаменитого философа, мы можем спросить своего собеседника, а кто же наш Джона Перри? И если вдруг случилось так, что на самом деле наш собеседник это и есть Джон Перри, то он выдаст нам информацию о том, кто такая его жена. Однако из этой информации мы не поймем, в каких отношениях находится сам наш собеседник и эта женщина. А если мы спросим его, кто твоя жена, мы получим именно эту информацию, то есть о том, что вот та женщина, это жена моего собеседника, однако мы не получим той информации, что наш собеседник это Джон Перри, а та женщина, соответственно, жена Джона Перри. Ну и, значит, собственный семантический подход Перри очень важным является именно этот род содержания, и он даже разрабатывает специальную теорию, где выделяет три вида содержания, а именно предметное содержание, которое по-английски называется subject matter content, значит, атрибутивное содержание и рефлексивное содержание. И вот предметное содержание – это те самые, значит, пропозиции в классическом смысле, то есть содержание, суждение, отвлеченное от всяких субъективных перспектив. Атрибутивное содержание – значит, это некая пропозициональная функция, в которой объект описывается записывается при помощи каких-то, значит, дескрипций, и нам могут быть важны сами дескрипции, а не то, какой конкретно объект в данном случае им удовлетворяет. А рефлексивное содержание – это тоже, значит, такое содержание, в котором нам важны не сами объекты, а их отношение к тому контексту, в котором, значит, делается высказывание. Ну и, в частности, к агенту этого контекста. Как говорит Перри, рефлексивное содержание отражает информацию, которая наиболее значима для агента, исходя из его эпистемической перспективы. И вот очень часто только такая информация и бывает востребована адресатом сообщения. Ну, например, если на кто-то спрашивает дорогу, там, как пройти туда-то, мы ему не говорим на север, на запад и потом снова на север, а мы ему говорим обычно «иди прямо», потом «поверни налево», потом «поверни направо». То есть мы изначально соотносимся в своих рекомендациях с той перспективой, в которой этот агент находится. именно потому что мы знаем, что он так поймет нас наиболее эффективным образом. Значит, как говорит Перри, знания хранятся вот в этой вот отвлеченной форме классических пропозиций, поскольку так их проще копировать и массово распространять. Ну, например, если бы книги и газеты были бы написаны все, исходя из каких-то субъективных перспектив, если бы они изобиловали местоимениями «я», «ты», «здесь», «сейчас», то нам было бы спустя годы и там в другой части света очень трудно понимать, о чем там идет речь и что, собственно, происходит. Однако, когда мы применяем эти знания, полученные вот в такой вот отвлеченной форме, мы всегда применяем их в какой-то конкретной ситуации. И применимость этого знания к ситуации определяется тем, успешно ли мы можем осуществить идентификацию объектов и явлений, о которых имеется это отвлеченное знание, с теми объектами и явлениями, которые непосредственно воспринимаются в данный момент. Ну, например, вот можем ли мы понять, что жена Джона Перри это и есть жена нашего собеседника. И именно поэтому ценность знания для нас зависит в значительной степени от того, насколько это знание способно адаптироваться под нашу текущую перспективу, то есть насколько богато его рефлексивное содержание. И при этом в коммуникации всегда задействованы перспективы не только говорящего, но и адресата высказывания. И коммуникативный успех зачастую зависит от того, чтобы оба агента одинаково понимали, что из какой перспективы сказано. Ну вот у меня небольшой пример. Предположим, значит, я уезжая, оставила своего друга наблюдать за моей квартирой. Допустим, мы с ним дружим семьями, я знаю его семью, он знает мою. И возвращаясь, я, значит, не застаю друга в квартире, но нахожу от него записку. Позвони маме. Какой маме я должна позвонить? Либо своей, либо его, маме моего друга. И вот от того, правильно ли я считаю, значит, из какой перспективы он написал эту записку, ну, зависит от того, позвоню ли я правильному человеку или другому. Ну вот еще тут есть интересный аспект, связанный с тем, что мы даже можем не иметь никаких правильных способов идентификации самого себя с каким-то, ну, отвлеченным объектом. И тем не менее, мы можем корректно использовать самоприписывание и корректно передавать информацию своим собеседникам в таких самоприписываниях. Вот, допустим, некто Джон страдает амнезией и не знает, что он Джон. И поэтому, чувствуя головную боль, он не знает, что это именно головная боль Джона. Однако он, тем не менее, может корректно и содержательно сказать, у меня болит голова. И если я буду адресатом этого сообщения, то даже если я не знаю, что это Джон, и он не знает, что это Джон, я, тем не менее, смогу понять, что голова болит именно у моего собеседника. И смогу корректно адаптировать эту информацию. И если я, скажем, пойду дальше и буду с кем-то говорить, я могу сказать, вон у того парня болит голова. И, ну, все это будет проделано нами с не меньшим успехом, чем те люди могли бы это проделать, у кого никакой абнезии нет, которые отлично идентифицируют и себя, и друг друга. Значит, и таким образом перевод информации между перспективами различных агентов возможен даже при том, что никакой отвлеченной формы представления в принципе недоступна. Вот именно так, как я сказала. мы переходим из одной перспективы в другую, и тот, кто был нашим собеседником, то есть ты, он начинает для нас быть третьим лицом, то есть он. И мы можем говорить уже с каким-то новым собеседником, и тот собеседник поймет, о ком идет речь. И Перри считает, что вообще в принципе может быть так, он не говорит, что все так прямо обязательно и есть, но он говорит, что может быть так, что на самом деле никакой полностью отвлеченной информации и нету. То есть, что каждая информация, если хорошенько значит ее проанализировать, она будет относиться к какой-то субъективной перспективе. Например, вот то, о чем я вчера говорила, что человек может идентифицировать какой-то город просто как город, в котором я сейчас нахожусь. В принципе, вся, вся географическая карта, которая у нас в голове, она может состоять именно из таких вещей. То есть, там Томск это город, в котором я сейчас нахожусь, Новосибирск это город, в который я приеду, если проеду там 300 километров на юго-запад от города, в котором я сейчас нахожусь и так далее. Значит, и таким образом, даже если бы мир состоял из одних только амнезиаков, в принципе, между ними и могла бы быть коммуникация вполне эффективная. Она, конечно, была бы довольно неудобной, потому что всем бы приходилось без конца отсылаться к этим вот цепочкам субъективных перспектив. И поэтому, конечно же, все-таки имена это хороший семантический девайс. И, ну, видимо, язык без имен, ну, наверное, ни одного естественного языка без имен не было и никогда не будет. Но, тем не менее, теоретически он возможен. Значит, и, тем не менее, вся вот эта вот машинерия перевода из одной перспективы в другую, там, перевода из я в ты, из ты в он и так далее, все это работает только потому, что изначально я знаю, что, вот, значит, есть я, такой особенный агент, к которому у меня есть особенный эпистемический доступ, и вот я могу своего собеседника представлять тоже как какого-то агента, у которого есть к его собственной перспективе особенный эпистемический доступ, и, ну, на основании этих предположений делать вот такие вот выводы. Ну, вот еще немножко таких довольно спекулятивных рассуждений. Мне кажется, что функции различных самоприписываний становятся более очевидными в модальных контекстах. Мы можем сравнить три таких предложения. Если бы меня не существовало, кто-то другой мог бы быть на моем месте. Вроде совершенно нормальное предложение. Если мы рассмотрим возможный мир, в котором меня нет, тем не менее, в этом возможном мире может существовать место, которое я занимаю в этом мире, и, ну, значит, из своей перспективы я его вполне могу называть мое место, и могу вполне представить, что на нем находится кто-то другой. Второе предложение. Если бы меня не существовало, кто-то другой мог бы сделать мой доклад. Уже несколько более странная конструкция, потому что вроде бы как, как кто-то другой может сделать мой доклад, если его не сделала я. Но если представить доклад просто как совокупность высказываний, которую может сделать в принципе разный агент, то тогда можно сказать, что этот доклад, который сделал бы кто-то другой, не был бы моим в том буквальном смысле, как я могу говорить о своем месте, даже если я его не занимаю в каком-то другом мире. И тем не менее, в каком-то смысле можно было бы сказать, что это вот мой доклад, но просто в другом мире его делает кто-то другой. Однако если мы рассмотрим предложение «Если бы меня не существовало, кто-то другой мог бы испытывать мою боль», то становится странность этого предложения уже совершенно очевидной и бросающейся в глаза. Потому что боль это такая вещь, которая даже если мы предположим, что она может описываться каким-то качественным образом, все равно говорить о ней в отрыве от субъективной перспективы не получается. Кто-то другой может испытывать точно такую же боль в феноменальном смысле, как моя, но не мою. И можно обобщить, сказав, что сама наша способность говорить о ментальных свойствах зависит от принятия нами некоторой перспективы как своей. И соответственно в том случае, если нас как агентов не будет, то не будет и этой перспективы, а значит говорить о ментальных свойствах, понимаемых из этой перспективы невозможно. И получается, что критерий тождества боли включает тождество субъективной перспективы. значит и если мы обратимся теперь к тому, как это все функционирует в языке, то получается, что лингвистически перспектива задается контекстом самоприписываний, вот тем самым, который начал формализовать Каплан и который по-разному формализуется в разных семантиках. И при этом существует соблазн сказать, контекст это просто определенная форма дескриптивного задания объектов, мест и так далее. Однако тот же самый модальный анализ показывает, что контекст нельзя задать дескриптивно. Например, вполне может быть истинным предложением истинным я мог бы могла бы не говорить. Хотя, если мы скажем, что содержание местоимения я и содержание дескрипции я, то есть содержание дескрипции тот, кто говорит, тот, кто произносит данное высказывание эквивалентны, то тогда получается, что не может быть возможного мира, где я не говорю. То есть контекст и модальность это все-таки разные вещи и нам нужно в нашей семантике иметь и то и другое. Ну и точно так же для выражений там ты и адресат данного предложения, он и объект данного высказывания и так далее. То есть все это задается контекстом и не сводится к дескриптивному описанию. Значит, ну и я делаю вывод, что вот без использования контекстно-зависимых выражений во-первых, невозможно познание и во-вторых, невозможно коммуникация. Ну а раз у нас язык значит функционирует просто по факту так, что мы в нем во-первых выражаем наши знания, а во-вторых, мы его используем для коммуникации. Получается, что вот эта семантика самоприписываний, семантика модальности ДС, она является нередуцируемой, но вторично, потому что нередуцируемой перспективалисткой является эпистемология и прагматика. Вот. На этом у меня все. Я вот повыписывала какой-то литературы, но на это можно не обращать внимания. Это просто литература, частично выбранная из списка литературы по этой теме статьи Стэнфордской циклопедии. Вот. Я выбрала ее, чтобы было удобно, если кому-то нужна эта тема. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна. Коллеги, напомню, сугубо вопросы на понимание, содержательные комментарии потом. Алексей. Вот у меня там вопрос такой, что там еще раз рефлексивная перспектива, это вот как-то определяешь, что это такое, особенно там пример был про то, что когда мы объясняем, куда пройти, мы говорим направо и налево относительно этого. рефлексивное содержание, это тот компонент содержания, в котором значит факторы контекста, то есть субъективная перспектива остается не загруженной. То есть ну что значит прямо? Прямо это значит то, куда ты сейчас, то направление, в котором ты сейчас смотришь. Направо это то направление, в котором соответственно направлена твоя правая рука и так далее. То есть пока мы не знаем, кто такой ты и куда ты смотришь в данный момент, мы не можем сказать, на какое направление указывает это слово прямо и на какое направление указывает слово направо. А если мы хотим получить рефлексивное содержание, мы скажем говорим, что вот в данном контексте ты смотришь на север и соответственно прямо это на север. Я не понял, прости, то есть для того, чтобы объяснить человеку, куда ему идти, то есть направо, налево нужно знать, кто он или что, извини. Нет, наоборот. Когда мы объясняем человеку, куда идти, мы объясняем ему именно исходя из его перспективы, потому что это наиболее эффективный, наиболее когнитивно экономный способ и для нас, и для него. Мы привыкли так. Но в то же время, если мы хотим написать, например, в книге, что вот мы сказали, что там путь, ну не знаю, из Томска в Новосибирск, он так и так прокладывается. Мы же не можем сказать, что вот чтобы попасть из Томска в Новосибирск, надо идти прямо, потом направо и так далее. Но вообще очень часто описывают, типа, когда вот... Алексей, вы делаете содержательный комментарий, насколько я понимаю. Коллеги, есть ли еще вопросы на понимание? Да, Михаил? У меня вопрос на понимание будет, но с содержательным комментариям все-таки небольшим. Давайте комментарии отложим, у нас будет специальное время для комментариев, окей? Это трудно. Хорошо, тогда другой вопрос, маленький, сугубо такое, на уточнение. Как может кто-то, кто знает только то, что он находится в том городе, в котором он находится, знать, что в 300 километрах на юго-запад находится другой город, Новосибирск? Вот, примерно так сказали. Ну, например, он оттуда приехал? Ну, он снова знает только то, что он находится в том городе, в котором он находится. Нет, речь идет о том, что человек имеет память о своих собственных действиях, которые всякий раз тоже являются перспективалистскими. То есть, он находился в каком-то городе, он поверил окружающим, что этот город называется Новосибирском. Но, например, у него не было никаких особенных причин для того, чтобы верить в то, что этот город вот прям по-настоящему всю свою историю так и назывался в Новосибирском. В принципе, его могли бы обмануть. Однако, он думает, что, я знаю, по крайней мере, что вот если из того города, значит, двигаться так-то и так-то прямо, а потом направо, то попадешь в этот город, в котором я нахожусь сейчас. И те, кто тут находится вместе со мной, они говорят, что это Томск. Но это все-таки тогда будет неполная амнезия, не тотальная. Это все-таки будет случай, когда человек что-то помнит или запоминает что-то новое. Если вот сугубо оставить все-таки перспективу такую, видя ориентиров на право, я, ты и тому подобное, то как, в общем, возможно, даже вот такие описания, в которых говорится о километрах и о сторонах света? Но при полной амнезии почти ничего нельзя знать. Ну, имеется в виду, что у него, допустим, случилась амнезия до какого-то момента, а после этого момента он, опять же, помнит, что происходило, но он помнит только какие-то перспективы, перспективальные факты, а объективных фактов он не знает. Это же объективный факт, что в 300 километрах до уровня. Мне кажется, сотеяли поведенку. Короче, Аня отличает вслед за авторами перспективные факторы, факты, извините, от неперспективных. Окей. У меня вопрос еще. Да, пожалуйста. Не прошу совсем. Да. Аня, вот скажите, а можно ли при наличии достаточных сил и средств любое вот такое видение в аспекте, как говорил Эдгенштейн, явным образом превратить в выражения, которых модальности ДСЕ были бы представлены явно? Ну, опять же, у меня нет способа доказать, что это можно, но я склонна в это верить. Спасибо. Ладно, коллеги, кажется, вопросы на понимание закончились. Анна, спасибо еще раз. И, коллеги, я предлагаю сделать совсем маленький перерыв, не больше пяти минут. Угу. Нет, давайте пять. Пять, пять это максимум. Короче, через четыре минуты здесь собираемся. Спасибо. Шесть секунды. Коллеги, ну, давайте продолжим. Что там? Это не мне. Угу. 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 Коллеги, ну, несколько опоздавших человек скоро подтянутся, а мы давайте пока начнем. Ну, и так, третья вступительная реплика на сегодня ее делает Иван Рыкаев. Иван, пожалуйста. Спасибо. Да, у меня сегодня такой довольно спекулятивный доклад, который как бы можно и нужно критиковать, то есть такая информация к размышлению, к обсуждению больше. Так, начну с попытки развеять некоторые недоразумения, а вот значит, вот Льюис в своей статье говорит, что дедикта это такой частный случай дедикта, а в Екатеринбурге я выступал с докладом, где рассказал, что дедикта это такой частный случай дедикта, и вроде как я противоречу Льюису в этом плане, на самом деле нет, потому что мы на разных как бы площадках играем, так сказать. Льюис говорит про убеждения сами, то есть на уровне убеждений, а я там рассказывал, что вот это дедикта является, это работает для аскрипции убеждений, для репортов, так сказать. Вот, поэтому противоречия тут нет. Ну, я немножко повторю, как это у меня было, то есть вот, значит, тот самый пример из Каплана, что Дэвид думает, что его штаны горят, да, то есть это имеет прочтение как ДС, так и ДР, да, как бы, то есть в ДС это Дэвид сам понимает, что это он, а в ДР это мы говорящие понимаем, что это он, а не факт, что это понимает сам Дэвид. Вот, а, собственно, что я критиковал, вот, в контексте самих установок, а не аскрипций, это теория того, что ДС это частный случай ДР такой, да, то есть Майер ее поддерживает в том числе, что здесь важно отношение знакомства, то есть отношение знакомства он видит себя в зеркале, одно это будет ДР, а другое это вот когда своя собственная как бы интроспекция это будет ДС. Вот, ну, как я говорил, что отношение знакомства не объясняет приемлемость аскрипции. сейчас мы вот, собственно, как получается, что ДС это ДДикт. Вот, то есть вот если мы возьмем общую формулу, X считает, что P является Q, да, то как различается здесь ДР и ДДикт в плане аскрипции именно, да, то есть в одно, отличается тем, где находится P, если P попадает внутрь установки, да, внутрь оператор Белив, то это будет ДДикт. Если оно оказывается снаружи, то это ДР. Ну, и вот в этом плане как бы установки ДС это частный случай ДДикта в том плане, что вот это P это просто отношение равен X, да, отношение тождества и в зависимости от того, где опять же это тождество внутри, то это будет ДС, оно же ДДикта, да, а если снаружи, то будет ДР. Вот, значит, ну, а что касается вот собственно самих установок, да, то, что я говорил, это, что как бы ДР и ДДикта там, в общем-то, не очень-то понятно, следует различать, скорее всего и нет, потому что ДР предполагается отличать наличие некого знакомства, но примеры показывают многочисленные, что отношение знакомства не способно объяснить разницу в предложении, да, вот как здесь детектив говорит, что убийца безумен, да, можно сказать, что есть такой человек, кого детектив считает безумным, но нельзя сказать, что есть тот человек, который детектив считает убийцей, да, то есть в одном случае вроде как ДР и есть, другом нету, но знакомства здесь нам ничего не объясняют, вот, таким образом, как бы, вроде бы, мы не получается, что нет особого различия в установках ДР и ДДДикта, но это вообще-то не исключает, что эти другие являются установку в частном случае МДС, на самом деле. Так, ну вот, возвращаясь к богам Льюису, значит, итак, я повторю немножко установку, сеттинг, так сказать, значит, у нас есть два всезнащих бога, они живут в одном и том же мире, вот, Оля подтвердила, что это по Льюису именно так, они живут в одном и том же мире и знают все о своем мире, то есть все пропозиции они в этом мире знают, поэтому как бы они выделяют мир этот четко ровно один, да, то есть не множество миров, а вот конкретный один мир, вот, при этом эти боги разные, один живет там на самой высокой горе и шлет манну, другой живет на самой холодной горе и мечт молодой, вот, Льюис говорит, но при этом они могут не знать, каким из двух богов они являются, да, то есть, ну вот, отвечая, отвечая на вопрос Алексея, как это возможно, ну вот, представим, вот этот пример другой из Пери, по-моему, да, про Рундульфа Линдженса, вот, того самого амнезиака, который потерял память Стэнфордской библиотеки, он там читает книги про себя и узнает там все про себя, что он находится в этой Стэнфордской библиотеке, все про эту библиотеку, там, как его зовут и так далее, но не понимает, что это он сам, да, то есть, в принципе, у него есть пропозициональные знания о себе, многие, но, тем не менее, он не понимает, что это он сам, вот, и то же самое, в принципе, с этими богами может происходить, да, они знают, как бы, все об одном боге, знают все о другом боге, но могут не знать, каким из двух этих богов они являются, вот, и вот Льюис сделал такое, что знание о себе нельзя выразить пропозиции, вот, а можно, соответственно, вот, самоприписыванием свойств, а потом он говорит, что вообще-то пропозиции можно все свести к самоприписыванию свойств, да, то есть, если я верю в какую-то пропозицию P, я просто приписываю себе свойства обитать тот мир, где верно P, вот, и тогда говорят, что, в принципе, все, все установки можно выражать через DSE, через самоприписывание свойств, и таким образом дедикта частный случай DSE у него получается, так, вот, ну, вот этот пример с богами мне хочется немножко покритиковать, вот с какой стороны, значит, каждый субъект обладает неким знанием о себе, я знаю, что я чувствую, я знаю, о чем я думаю, правильно, вот, и мои мысли и чувства это тоже часть, часть мира, да, то есть, это часть пропозиционального знания об этом мире, но эти чувства уникальны для конкретного индивида, то есть, эти знания, да, их нельзя полностью передать другому, вот, и, мне кажется, именно это, как бы, создает ощущение себя, условно говоря, я это тот, чьи чувства и мысли я знаю, вот, если бы можно было их передавать, да, и я бы мог, как бы, почувствовать, узнать все чувства и мысли другого человека, мне кажется, это бы размыло мое понимание себя, я бы стал, как бы, двумя людьми сразу, вот, в некотором роде. Да, возвращаясь к примеру с этим, вот, Рудольфом, то есть, мои любимые карточки, значит, ментальные, так сказать, референты, вот, все понятно, что происходит, то есть, у него есть какое-то представление о себе в голове, вот, в котором есть текущее, вот, восприятие, да, что вот он сидит за каким-то столом в библиотеке, читает там что-то и так далее, и так далее. И есть отдельно другой, другая карточка другого ментального референта, про которого он вычитал что-то, вот, и он не просто не понимает, что это отдельно. тот же, да, поэтому у него есть эти две отдельные карточки, никакой, как бы, магии тут нет. Так что же боги? Значит, боги знают все о своем мире, да, значит, они знают мысли, чувства всех людей и богов, правильно? Это же тоже, как бы, часть пропозиционального содержимого нашего мира, вот, поэтому они, как бы, это все должны знать полностью. возникает вопрос, есть ли у них тогда вообще ощущение себя? Да, то есть, может ли оно вообще быть? Вот, ну, варианты такие, либо оно есть, либо оно нет, да, но если оно есть, если они каким-то образом все-таки все эти знания имеют, но тем не менее могут выделить из них себя, как у одного бога, тогда все хорошо, тогда они знают, кем они являются, и никаких проблем у нас в этом не возникает, да, то есть, они не могут не знать, кем они являются. Если же ощущения себя у них нету, и они как бы не различают вот эти вот чувства и мысли свои от чужих, то тогда они, понятно, что не знают, кем они являются, но они не могут знать. То есть, в принципе, они тогда как бы не являются кем-то конкретным, они как бы являются всеми сразу. Вот пантеизм, я вчера слово узнал, надо было включить презентацию. Значит, вот, то есть, выбор из этих вариантов – это вообще не вопрос эпистемический, не эпистемический вопрос, да, это не вопрос знания. Это вопрос метафизический, вопрос устройства мира, как там устроено, что вот есть у них вот это дополнительное ощущение или нет. Так, ну и что же нам это говорит о редукционизме? Честно говоря, я не знаю. То есть, тем не менее, все-таки мне кажется, что Льюис тут прав, что если мы находимся, применяем семантику возможных миров, да, то все-таки он прав в том, что пропозиции недостаточно, чтобы нам выразить вот какие-то мнения о себе. Вот, но, по-моему, это говорит только об ограничениях вот этой вот семантики возможных миров. То есть, это удобный инструмент, но не надо забывать об его ограничениях. Вот, в частности, в том числе проблемы с гиперинтенциональной сетью известные есть и так далее. Альтернатива, я вижу, какую-то вот когнитивную семантику, где вот ментальное представление – это такой конечный продукт, на самом деле. Почему? Потому что, как говорится, чтобы что-то понимания нет без понимающего субъекта. Да, и вот как, поэтому, вот, то, что мы хотим от семантики, да, так сказать, это вот, вот, чтобы… В общем, чтобы возникло понимание какое-то в голове у некоторого субъекта, условно говоря, да. Да, а вот интерпретация в модели, потом то, что у него там получилось, это вторичный такой механизм, да. И, в принципе, то есть, это перевод, опять же, на какой-то другой язык. А чтобы его понять, опять же, нужно, чтобы кто-то это понял, чтобы перевел в свои ментальные представления. Вот, и вот в такой вот когнитивной семантике, мне кажется, мысли DSA и DEDICTA принципиально не отличаются. Отличаются только объектом мысли, да, так сказать, вот, опять же, вот здесь вот про X мы что-то думаем или про Y, да. И вот, опять же, ограничение, мне кажется, реалистической семантики возможных миров, то, что она не может представлять вот таких расщепленных индивидов, да. То есть, вот, в модели у нас получится один и тот же индивид, и свойства сольются, и вот, как-то так. Так, и возвращаясь к Каплану еще, он там в своих демонстративах, у него есть эпистемиологические ремарки, вот, и он говорит, что вот характер, о котором вчера говорили, он имеет когнитивную значимость, да. То есть, вот, что там на меня бежит медведь, это не то же самое, что на него бежит медведь, да, опять же, DSA или DRE, да. Вот, и он это объясняет тем, что тут разный характер, вот, в наших мыслях получается, да, что здесь используется я, здесь используется он. Но, мне кажется, это не совсем верно, привлекать сюда вот этот характер. То есть, верно, конечно, что когнитивная значимость есть в том, думаем мы про себя или про другого. Но, мне кажется, не важно, какой тут характер, как бы, во-первых, лингвистический, да, то есть, если кто-то мне скажет, на тебя бежит медведь или на Ивана бежит медведь, то, в принципе, я буду реагировать одинаково. Вот, и с другой стороны, если мы говорим про характер того, не себя, а, ну, про характер выражения, которое ссылается не на самого человека, а на кого-то другого, то там вообще не важно. То есть, у него, кажется, когнитивной значимости никакой здесь не будет ни на него, ни на Васю, ни на того человека, бежит медведь, все как бы для меня, как другого человека, будет одинаково. Вот, то есть, мне кажется, что характер здесь не фричон. А, да, вот это различие, как бы, себя, как некоторого уникального индивида, про которого мы знаем особенные какие-то свойства, оно, конечно, важно. Ну, собственно, у меня все, кажется, да. Спасибо. Как обычно, сначала вопросы на понимание. Алексей. Возвращаясь к этим богам-то. Сейчас я понимаю, там проблема в том, что, как бы, два бога в возможных мирах, они знают о своих мирах прям все-все-все, и они в том числе знают и про самих себя, просто факты о себе они сами с собой не соотносят. Правильно я понимаю? И в чем здесь была цель вот именно вот этого примера-то, то есть, в чем загвоздка там? Загвоздка в том, что, я подчеркну, опять же, что это в одном и том же мире. Потому что, мне кажется, в разных мирах этот аргумент не работает. В одном и том же мире они все знают про этот мир, да, и про одного бога, и про другого, но могут не понимать, каким они из них являются. И Льюис говорит, что, то есть, они не знают чего-то, да, не знают чего-то, что они являются пропозицией. Понятно? То есть... То есть, я еще раз, то есть, знание то, что я сам, вот есть этот бог, вот я сам, это не пропозиция? Это не пропозиция, потому что можно знать все. Ну, что такое пропозиция? Пропозиция – это множество возможных миров по Льюису, да. Соответственно, они точно знают, какого это множество. Они до синглтона сократили, да, но, тем не менее, могут не знать, каким из богов они являются. Алина сначала. Большое спасибо за доклад. Я все-таки тоже про богов. А они не могут послать что-нибудь, и после этого снова оценить состояние мира, чтобы в итоге выяснить, какими из богов они являются? Для этого они должны знать, кто из богов это послал. Сам он послал или не сам? То есть, он должен знать, сам он это послал или нет? То есть, он сам не знает, шлет он что-то или нет? Ну, получается, что так. Спасибо. Анна и потом Михаил, да? Анна, пожалуйста. Почему ты думаешь, что если они, эти боги, в разных мирах находятся, то аргумент не работает? Мне кажется, что достаточно для того, чтобы работал аргумент, просто сказать, что они знают не только все факты об одном мире, но и все факты обо всех мирах. Нет, если так, конечно, будет работать, да. Но у Льюиса, хотя я не знаю, тут интересно, что у них все множество миров сузилось до одного мира. Вот это важно, мне кажется. То есть, никакой неоднозначности нет. Но для аргумента одного мира достаточно. Михаил. Я тоже про этот мысленный эксперимент. Он действительно вопросов много вызывает. И у меня вопрос такой, а что значит для бога знать? Вот у бога происходит процесс мышления, но во времени бог задает вопросы по поводу мира и себя, или как-то это сугубо синхронно и вне времена рассматривается. Потому что, прошу прощения, если бог мыслит, у него идет процесс мышления, развертывающийся во времени, и они мыслят при этом не синхронно, то бог может знать, что вот эта мысль принадлежит богу холодной горы. Да, мысль, собственно, стоит вот в вопросе, а это ли я? И таким образом узнать, кто из них кто. Ну, чтобы узнать, кто из них кто, надо не только знать, какая мысль какому богу принадлежит, но и какая из этих мыслей принадлежит мне, как богу. Ну, мыслить-то, чужую мысль, наверное, невозможно. Вот это непонятно, потому что если боги все знающие, они как бы знают мысли всех людей. И не очень понятно, вот они, получается, мыслят все вместе, это сразу, или все-таки у них есть. Есть какой-то отдельный взгляд на себя. Если он есть, тогда, значит, они знают, кто они. Если нет, значит, и невозможно определить. То есть это не вопрос знаний. Это значит, что они просто являются всеми по силам. Кирилл? Такой вопрос. Если нам не нужны двух миров, может быть, нам не нужны и двух богов? Я только за. То есть все... Даже если будет один бог? Ну, в принципе, да, да. Поэтому, наверное, тут зачем-то нужно было два мира, просто зачем, нам осталось непонятно. То есть раз два бога, значит, и два мира. Если нет только один мир, то и двух богов нам тут не нужно. Нет, просто с одним миром... А ну... Да, ну, в принципе, с одним богом бог может догадаться, так сказать, что если он единственный бог в этом мире, и он знает все обо всех, значит, наверное, он не является этим богом. Ну, хорошо. Он вычислил себя как детектив. Разве первый и второй пункт не противоречат друг другу? Первый и второй это какие, простите? Есть два всезнающих бога, да, знают все о своем мире. Но они не знают, каким из двух они являются. Ну, вот Льюис пытается сказать, что нет, потому что они знают все пропозиции о своем мире. И он говорит, что знание о себе не пропозициональное, его нельзя выразить пропозиции. Поэтому они чего-то могут не знать. Ну, такой бог, это только бог Аристотеля, который, в общем-то, и сам была реализованная мысль в этом мире. Тогда вопрос вообще-то не стоит, как он здесь может быть поставлен. То есть, это как, он как бы так сидит на горе, всех внизу видит, да, а сам себя не видит, что ли, или как? Он видит сам себя, но он не понимает, что это он. Это как вот амнезияк вот этот. Он все знает про себя, но не понимает, что это он. То же самое с Богом. То есть, знает все обо всех объектах в этом мире, но не идентифицирует себя ни с одним из этих объектов. Да, надо говорить, что они знают все, кроме самих себя. Просто понятие всеведения относится к пропозициональному знанию. Значит, знать все пропозиции. А знать себя по Льюису, это не пропозиция, это другое знание. Ладно. Коллеги, мне кажется, мы созрели отпустить Ивана, в смысле, не совсем отпустить, а с этого места, да, и начать общую дискуссию. Еще раз спасибо, Иван. Нет, назрело у всех много содержательных комментариев, и Анна первая успела. Пожалуйста, Анна. Да, у меня есть возражение как раз по поводу доклада Ивана. Там, где вот написано, что будет одинаковая реакция на фразы «на тебя бежит медведь, и на Ивана бежит медведь». Это только в том случае, если ты знаешь и помнишь в этот момент, что ты Иван. Ну, безусловно, да, да, конечно. Получается, что все равно индексикальный компонент, он кое-что меняет, потому что, когда тебе говорят, на тебя бежит медведь, то никаких дополнительных знаний тебе не нужно. Ну, может быть, да. То есть, мой аргумент здесь был в том, что вот этот характер, он, по идее, относится чисто к лингвистической части, а не задействованному в голове. Вот. Мне кажется, так. Виталий Валентинович, ваш комментарий, пожалуйста. Значит, у меня два комментария. Первый, сказать, является принципиальным. Дело заключается в том, что все они брезно, или, сказать, брезно, наоборот, роняют слово «семантику измозных миров». Семантика измозных миров, сказать, употребляется в двух абсолютно несоответственных смыслах. Это то, что является формализмом, и то, та интуиция, которая на самом деле, сказать, по этому поводу у меня имеется. Имеется громадный скандальный случай, связанный, сказать, с периодом, когда все это добро началось, с Крипки, когда Крипки, сказать, объявилось, так сказать, вот априорным, так сказать, необходимым и так далее. Все ожидали, что ввиду громадных заслуг Крипки, по части как раз создания этой самой семантики, в его аргументации будет использован формализм семантики воздумных миров. Этого не случилось. Это вообще скандал большой, потому что пасморт в 100 лет философии отмечает как некого рода факт. Действительно, на самом деле, сказать, все опираются на некого рода интуитивные свои представления о том, что такое возможный мир. Хинтика, у нее есть своя статья, которая называется, которая «Кто там готов убить аналитическую философию?» резко выступает против такой интуиции. И особенно такой интуиции пользуется как раз тот самый Льюис. И огромная, так сказать, вот волна критики настоящего накатилась на Льюиса, потому что на самом деле его фантазии, именно фантазии, так сказать, о возможном мире, так сказать, вообще, это не формализм. Это некая его интуиция о том, как это делается и что делается. Тоже относится к Крипке. Поэтому, когда вот заметили, что сейчас очень много толкований, один Бог, два Бога, сказать, что он думает о себе или, сказать, прочее, это все наши интуиции об очень неясных на самом деле понятиях возможных миров. Еще раз повторяю, одно дело говорить о семантике возможных миров, другое дело говорить о своих фантазиях или интуициях более благородно об этих вещах. Интуиции очень много. Я еще раз повторяю, что в настоящее время есть очень большой скептицизм в отношении фантазии Льюиса. Но более культурно сказать, что его актуализм в настоящее время является весьма, так сказать, ну, неподозрительным, по крайней мере, не очень популярным. И, конечно, это надо учитывать, потому что при этом фантазий, а вот дискуссия, которая состоялась, она показала, может быть множество. И одно из слов, которые были произнесены, сказать, недокладчиком, неокомментаторами, не могут быть убедительными. Не потому, что они говорили, что это странно и так далее, а потому, что это их фантазии, которые очень трудно сравнить. Поэтому и стоит отличать слова семантики возможных миров как некого рода формальной структуры, которая очень полезна и важна, от тех интуиций, которые по этому поводу имеем. И, конечно, в настоящее время, сказать, очень многие вещи, которые связаны с актуализмом именно, ну, буквально принятием возможных миров Льюиса, подвергают сомнению примерно так, как подвергают сомнению, допустим, концепции, сказать, вот, возможных, там, значит, вот, квантовых миров, когда всякий акт мысли дробит нашу Вселенную на части и так далее. Все прекрасно понимают, что логически и безупречно, но это просто малопродумно и малоинтересно. Ну и второе психологическое замечание. У меня такое ощущение, что временами я, так сказать, видел дежавюл. Вот эти дискуссии, на самом деле, по поводу, так сказать, вот, значит, Дерреди, Дикта и Десе, на самом деле, эта штука бушевала, повторяю, где-то в 70-х годах, что-то вроде этого. Сейчас она бяло продолжается. В Хельсинки, однажды, слышал очень характерное выражение self-inflicted problems, то есть, на самом деле, это проблемы, которые сами себе выдумывают. Но это было сказано и в отношении Дерреди Дикта, в отношении проблем гитья. Ведь у гитья, на самом деле, так сказать, это сейчас публика начинает потихонечку ехидно, как-то, значит, обсуждать. Примеры настолько искусственные. Дальше некуда, на самом деле. И все контрфактические ситуации, которые, на самом деле, изобретает и Льюис, и легите, так сказать, очень искусственные ситуации, на самом деле, они действительно самопридуманы. Хельсинки по этому поводу высказался очень редко, что, на самом деле, калифорнийский климат теплый вполне способствует разрастанию подобного рода экзотических цветов, типа вот семантики, там, значит, вот, возможных миров в интуитивном понимании. От сурового климата, так сказать, на самом деле, так сказать, вообще северных стран в интуитивном понимании этого. То есть, вообще говоря, реалистическая интерпретация, которая присуща, вот, Льюису и так далее, она малоправдоподобна. Но самое удивительное, что огромное количество людей, особенно молодых людей, очень охотно подхватывает тематику. Но, видимо, есть что-то романтическое, не знаю, что такое, воздушное, ну, не знаю, космическое, не знаю, по-другому не скажешь. Потому что обсуждаются тонкости, которые имеют малую вероятность вообще в любом смысле, в здравом смысле, в научном и так далее. Это лишь наши, повторяю, такие, так сказать, воздушные интуиции по этому поводу. Если более культурно выражаться, то актуализм, на самом деле, и Крипке, и Льюисе, вот, полагания, так сказать, некого рода, так сказать, особенно Льюисе, так сказать, возможно, как некие реальные сущности, а у Крипке как некая конструкция, которая, на самом деле, где понятие достижимости теряет свой интуитивный смысл, поскольку он работает, кстати, большей частью, значит, вот, айболитической модальности, должно быть заменено каким-то более реалистичной вещью. Например, в генетической логике или, допустим, в какой-нибудь эпистемической логике, понятие достижимости – это некое реалистичное возможности, там, реализуемое, не реализуемое на труде этого. А как понять достижимость, допустим, у Крипке, в таком интуитивном смысле, не очень понятно. Это некое формальное отношение. А как можно переходить одно к другому? Крипке отвечает очень просто, на самом деле, потому что, вообще-то говоря, это не другие планеты. Это где-то рядом здесь, ну, где здесь? Лингвистическое что-то или, на самом деле, так сказать, общественное, технологическое и так далее. Я хочу закончить тем, что строго нужно отличать формализмы от нашей интуиции. И вот, повторяю, небрежное упоминание семантики возможных миров, вообще сказать, оно является, так сказать, вообще, так сказать, вот, применением суе. Это не та семантика возможных миров, которая, на самом деле, имеет применение, так сказать, в формализмах. Это некого рода, так сказать, фантазии. А фантазия имеет огромное, так сказать, просторы для своей, так сказать, реализации. Благодарю. Спасибо. Если я правильно понял, то вывод вашей, Виталий Валентинович, реплики состоит в том, что мы тут ерундой занимаемся. Прошу прощения. Не директор, о том, что я думаю. Вот так, да. Ага. Ну, на самом деле, по-моему, никто из выступавших, кто упоминал возможные миры, не говорил, что использует именно тот или иной формализм. Ну, окей, как будто ни было прозвучало... Сколько мы все делаем, что не используют формализму, а говорят о собственных интуициях. В этом все дело. Так... Ну, разумеется, но кто же нам запретит использовать свои интуиции или, как вы говорите, фантазии. Ну, как будто ни было, это было такое радикальное критическое суждение, и, может быть, кто-то хочет на него ответить. Ну, из докладчиков или из присутствующих. Ну, лично мне... Ну, Валерий Александрович, пожалуйста, только микрофон. Ага. Ну, кнопочку нажми, и он точно заработает. Ну, что, как в фильме, так сказать, вообще? Выходи, подлый трус. Работает? Я вот, на самом деле, полностью согласен. Я бы привел один пример, который, мне кажется, вполне адекватным. Ну, не пример даже, а иллюстрацию. Вот когда мы говорим о семантике возможных миров, в смысле клипки, то мы говорим о тех возможностях, которые происходят в моей квартире. А когда мы говорим о семантике Льюниса возможных миров, мы имеем в виду то, что происходит в квартирах, которые не мои, а которые другие. Вот, мне кажется, что вот как-то так. А то, что происходит в других квартирах, я могу нафантазировать, что и кто там живет, и там... А в моей квартире всегда живу я. И стало быть, только я могу себя в этой квартире вести по-другому. Другое дело, что вот так я себя могу вести, потому что с такого состояния вот такое поведение достижимо, а вот так не могу, поскольку такое поведение недостижимо. А что происходит в других квартирах, я туда даже попасть не могу. Ну вот как-то так. Я не знаю, разъяснил ли я и согласится ли Виталий Валентинович, но мне кажется, эта иллюстрация вполне адекватна. Согласен полностью. Валерий Выключил, пожалуйста. Я не то, чтобы полностью не согласен с двумя предыдущими ораторами, но кое в чем не согласен. Ну, во-первых, я, Виталий Валентинович, не разделяю пафоса вашей реплики. Это был пафос как бы отвержения фантазий о возможных мирах. Я, как бы сказать, исследование наших интуиций, или, если угодно, исследование пределов нашей фантазии, это нормальная философская задача. Ну и философия как бы всегда эту задачу как-то решала. Вот. Использовать при этом понятие возможного мира, ну почему бы и нет, разумеется, я согласен на сто процентов с тем, что, как бы сказать, неформализованной интуиции нельзя путать, например, с формальными семантическими системами в модальной логике. Но, по-моему, как раз-таки никто из докладчиков или выступавших сегодня в этот грех не впал. Вот. Поэтому, значит, ну я не думаю, я не понимаю, почему два предыдущих оратора так категорически отвергают такие интуитивные рассуждения с использованием термина «возможный мир», в том числе и в Льюисовском смысле, почему бы и нет. Вот. И, а, ну окей, окей, следующая реплика. Евгений Васильевич, я от них категорически не отвергаю. Я вполне допустим. А, вы сказали два предыдущих оратора. А, вы сказали, что ты с ним согласен. Нет, я согласен. Я полностью согласен. Я согласен полностью в том, что нельзя путать две вещи. Но я не отвергаю контрафактические фантазии. Да ради бога. Человек – это существо, которое просто предназначено для того, чтобы фантазировать. Такие две вещи. Какие две вещи нельзя путать? Ну, нельзя путать, когда мы называем контрафактические фантазии формальный семантик. А кто эти вещи путал из выступавших сегодня? Сегодня? Ну, я, к сожалению, попал под ливень, поэтому пришел позже. И все слышал, что тут говорилось. Тогда я могу засвидетельствовать. Сегодня эти вещи не путал никто. Я отвечу, прошу прощения, я скажу, в чем дело. Подсознательно или на самом фону всех разговоров интуитивных о возможных мирах имеется респектабельность формальной семантики возможных миров. И все это, так сказать, вообще на самом деле подразумевают. Потому что ваши фантазии о возможных мирах полностью несовместимы, допустим, с фантазиями вашего соседа, меня и как угодно. Их трудно сравнивать на самом деле. Исчезает доказательность, исчезает аргументация. Вы думаете об одно, я думаю о другое и так далее. А вот Льюис, говорят нам все, думает так-то. Это почему мы все прислушаемся к нему? Потому что фактически он изобрел, сказать, некий способ обращения якобы своей формальной семантики возможных миров. Вот чем загадка, загвоздка точнее. В этом все дело. Есть неявное обращение к авторитету формального доказательства. Но его-то как раз и нету. Вот понимаете, я бы здесь еще обращаясь к источнику понятия самого возможного мира, да, к Льюису. Я бы, наверное, сказал бы так, что вообще-то говоря, интуиция Льюису, она ближе к интуиции Крепке. Потому что ведь Льюису не рассуждает, что там происходит на планете там бета, гамма, дельта и так далее, в отличие от нашей действительной планеты Альфа. Льюис прямо говорит о том, он говорит об альтернативных событиях относительно нашего действительного мира, где содержание действительного мира, материальное содержание, оно сохраняется. Просто развитие событий по-разному может мыслиться. И не там, когда в этом скандиде, значит, он приюро там приводит, да, вот если бы там ламп, например, по-другому заднему сотрезом, говорит, турецкая осада, то что бы там с лами было. Там нет никаких возможных миров в том смысле, как и незвездных умных возникают. То есть здесь есть одна действительная линия, от которой возможны ответы ровные с тем же самым материальным содержанием. Но там нет параллельных линий, которые рассматриваются возможными ровными относительно нашего действительного. Поэтому Льюисов вообще понятие возможного мира вот в том смысле, в котором есть укрепки. Потому что у Льюисов все действительно имеют мировые, имеются действительно мировые, просто параллельные развиваются друг к другу. Ну вот я бы такое замечание еще, наверное, бы сделал. Я предлагаю как-то резюнировать эту линию дискуссии. Льюисов, Льюисович, резюнируйте. Ну, саша, это все-таки немножко отошли в сторону, хотя тема, разумеется, связана. Я имею в виду, мы увлеклись вопросом, как понимать возможные миры, и в частности, как их понимают крепкие Льюисы. Разумеется, по-разному. Давайте просто зафиксируем, что, наверное, все мы согласны. Вряд ли кто-то будет возражать с тем, что не нормализованная интуиция о возможном не следует путать с формальными семантическими системами. Значит, в дальней ловике, я имею в виду с использованием семантики возможных миров, но с этим, наверное, все согласятся. Вот, позвольте, я выскажу одно соображение, точнее, недоумение по другому поводу. Возвращаясь к нашей теме по проблеме ДСМ, будь то пропозиции или аскрипции установок. Я, как бы, в эту литературу так заглядывал мельком, но детально не изучал, поэтому, возможно, мое мнение, мое недоумение покажется специалистом, ну, таким дилетантским. Вот, недоумение такое. Да, вот, Ольга прямо в название своего доклада включила термины семантика и прагматика и, соответственно, поставила вопрос ребром, то или это. А вот, мое недоумение состоит в следующем. Причем здесь и то, и это. Значит, примеры, которые приводились, ну, например, значит, несколько примеров приводилось там с сахаром, со штанами и так далее. И они все сводятся к тому, что мы по-разному реагируем на информацию в зависимости от того, как мы идентифицируем объекты. Вот, давайте, я, значит, оттолкнусь от примеров Перри и Каплана, да, с сахаром и со штанами. Если я думаю, что у друга штаны горят, я, допустим, попытаюсь помочь другу. Если я думаю, что у меня штаны горят, я попытаюсь помочь себе. Ну, окей, я могу перепутать себя и друга. Но равным образом является ли это основанием для различия двух семантических или двух прагматических понятий? Ну, например, ДС и все остальное. Является ли это основанием для выделения какого-то особого семантического или прагматического статуса некоторых предложений? Мне кажется, что нет. Значит, равным образом я могу перепутать двух друзей. Вот, на ком горят штаны? На Илье или на Льве? Я в зеркале вижу этих двух достойных джентльменов. Вижу, что на одном из них горят штаны. На самом деле на Льве, а я подумал, что на Илье. Ну, я попытаюсь помочь Илье, хотя это, как бы, значит, основано на неверной идентификации индивида. Вот, это же не является основанием для различия двух каких-то видов установок или для выделения какого-то особого вида установки или для выделения какой-то особой семантической или прагматической категории. Короче говоря, я клоню вот к чему. И семантика, и прагматика имеют дело с тем, как мы передаем информацию в языке, как мы ее выражаем, какую информацию мы выражаем. Ну, например, есть буквальное содержание предложения и то, на что я намекаю. Вот семантика говорит, буквальное содержание такое, это то, на что я намекаю, другая пропозиция. Прагматика отвечает на этот вопрос, на что именно я намекаю. И то, и другое, это передача некоторой информации. И вот мы передаем информацию о мире, но при этом мы можем ошибочно идентифицировать объекты. И мне кажется, что, по крайней мере, в некоторых примерах, которые, ну, как бы, иллюстрируют, или призваны иллюстрировать необходимость выделения ДСЭКа какой-то особой семантической или прагматической категории, мне кажется, что в некоторых примерах, вот эти примеры основаны просто на феномене, когда я неверно идентифицирую объект. Но мне кажется, что этот феномен неверной идентификации объекта, он просто лингвистически нерелевантен. Мне по-дилетантски кажется, что это не имеет отношения ни к семантике, ни к прагматике, и было бы любопытно, что об этом думает, например, Ольга. Ну, или кто-нибудь, кто из присутствующих, что об этом думает. Сейчас сначала Алексей поднял руку, Алексей, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что у меня тоже был заготовлен похожий комментарий. Вот тоже непонятно, на самом деле, что эти примеры как-то показывают, доказывают. То есть, вот пример Каплана, например, с горящими штанами, что если там он видит кого-то в зеркале, ой, надо спасать этого человека, он понимает, что это, ой, так это ж я, его поведение меняется. Ну, так с другими людьми может то же самое быть. То есть, я имею в виду, допустим, я вижу в каком-то мутном зеркале какого-то другого человека, то есть не мое отражение, а что-то другое отражение. Ну, я не понял, что это зеркало, ну, какое-то мутное. Я не узнал просто человека и вижу, что горит штаны, я бегу его спасать, например, да, нести воду. А потом я понимаю, что, ой, так это, оказывается, узнал этого человека, то есть увидел рядом с зеркалом, понимаю, и вижу, что это, например, ну, кто-то, допустим, из моих бывших. И мое поведение сразу другое, я еду уже, несу уже бензин вместо воды. Ну, понятно. То есть, вопрос в том, значит, к чему относятся вот эти факты относительно человеческого поведения? К семантике или к прагматике, или вообще к чему-то левому, там, к психологии и так далее? Валерий Александрович, пожалуйста. Ну, я вот спросил у Ани, когда она делала доклад, можно ли, например, те ситуации, если они, могут ли они быть выражены полностью, в которых вот эти некоторые индексикалы, да, относятся как раз к выражению установки ДСЭ. Она сказала, можно. Так вот, я тоже думаю, что вообще-то говоря, индексикалы ДСЭ, они имеют определенное лингвистическое выражение. И мы, как бы, ну, априору предполагаем, что она есть, ну, и моделируем под это определенное выражение некоторую ситуацию. А не наоборот, когда у нас есть какая-то ситуация, мы пытаемся ее подогнать под вот эти вот сами индексикалы, которые мы явно можем выразить. Так вот, эти индексикалы, которые явно мы можем выразить и которые мы относим к ситуации модальности ДСЭ, они совершенно очевидно относятся к индексикалу Я и его деривативам, там, мое, ее и так далее. И поэтому, например, когда я говорю, а кто жена в жены Пори, это я не знаю, как эту ситуацию можно смоделировать ДСЭ, или а кто твоя жена? Вот, когда мы говорим о индексикале ДСЭ, это ситуация, когда я говорю, а кто моя жена? Вот это вот действительно ДСЭ. Или, например, когда там бежит Горчатай и кричит, господин назначил меня любимой женой. Вот в данном случае она использует индексикал ДСЭ, который придают, ну, некоторый колорит своеобразному лингвистическому выражению. Вот тогда возникает вопрос, а вот этот колорит, он сводил к модальностям ДД или ДР, или он имеет какое-то собственное значение? Вот, мне кажется, в чем заключается, ну, как бы, предмет и специфика исследования модальности ДСЭ, а не вот к тем гипотетическим ситуациям с горящими штанами. А представьте, что если у всех штаны загорелись, и тут что это означает вообще в этой ситуации будет? Ну, или если, например, мы находимся в ситуации там палеандрического брака, и, например, у Джона Перри у меня одна и та же жена. Ну, и так далее. То есть эти ситуации, вот, как совершенно верно заметил Евгений Васильевич, они, ну, они разрешены в каких-то там, при совершенно определенном анализе. На мой личный взгляд, анализ модальности ДСЭ связан именно с анализом совершенно определенных индексикалов. И с постановкой вопроса о том, сводим ли эти индексикалы другим индексикалам, или, ну, тому, как функционируют другие индексикалы, или у них есть некоторые своеобразные характеристики. Ну, вот как-то так, я думаю. Ну, если модальность ДСЭ вообще есть, то почему бы ее не приписывать другим, когда мы говорим, Джон знает, что он, бла-бла-бла. Вот. Я-то, у меня пафос моей реплики был другим. Я вообще не понимаю, из чего следует, что мы должны выделять особую модальность ДСЭ, ну, или особую семантическую или программатическую категорию ДСЭ. Ну, вот я имею, я как раз имел в виду то, что с ДСЭ мы связываем совершенно индексикалы определенного вида. Это местоимение «я» и его дериватива. Джон думает, что он, бла-бла, это можно? Я не думаю, что это ДСЭ. Нам тут, наоборот, говорили о том, что когда Джон о чем-то думает, то это вообще не ДСЭ. ДСЭ – это когда я о чем-то думаю. У Ольги был такой пример. Не, ну, я, у нее был такой пример, но просто я этот пример не считаю примером выражения модальности ДСЭ. Модальность ДСЭ всегда относит, относит какую-то ситуацию к самому говорящему. А это никак не связано с тем, что кто-то другой может к себе что-то отнести. Например, когда говорят, там Джон спрашивает, а кто здесь моя жена? Это не та ситуация, когда я спрашиваю, а кто моя жена? Ну, вот как-то так, да. Ну, да. Пожалуй, все. Я больше вашего времени занимать не буду, да? Да, я хочу вернуться к вашему, Евгений Васильевич, вопросу о том, почему мы думаем, что есть вообще какие-то основания, семантические или прагматические, для выделения такой особой модальности. Ну, вот, как я уже сказала в своей реплике, я думаю, что первичные основания для выделения этой модальности относятся к области эпистемологии и прагматики, а семантика уже потом приходит. И вот почему я думаю, что есть основания из области прагматики. Если я кому-то говорю, ну, какое-то сообщение делаю, упоминая индексикал я, то я тем самым, ну, насколько я понимаю вообще прагматику такого рода сообщений, я хочу вызвать у него какую-то установку, которая будет направлена на меня, как на его собеседника. Не на меня, как на какой-то третий объект посторонний, который он, может быть, и неправильно идентифицирует, может быть, он не знает, как меня зовут, может быть, он не знает, что я вообще человек. Я хочу вызвать у него установку и поведение, соответствующее этой установке, по отношению именно к себе, как к объекту, который идентифицируется им через мое участие в диалоге с ним. И мне кажется, что вот этот способ идентификации, не сам объект, а именно способ его идентификации, он достаточно специфичен и, ну, он является основанием для того, чтобы рассматривать такие выражения, как построенные иначе, чем выражения, где я обозначаю себя, там, как Анну Моисееву, или как-то с помощью какой-то дескрипции, например. Иван, пожалуйста. Да, я тоже на ваш вопрос немножко хотел ответить. Значит, в принципе, я с вами согласен, на самом деле, то есть я-то попытался бы это ДС редуцировать куда-нибудь, и вот, да, действительно, там все это касается больше каких-то экстролингвистических и несемантических вещей, возможно. Но есть такие вот феномены в лингвистике, вот Оля про них упоминала, например, вот такой пример. Если мы скажем что-нибудь типа, Вася хотел, чтобы он победил, да, тут мы можем, опять же, может Вася понимает, что это он, а может нет. Может, он смотрит запись какого-то соревнования, да, и болеет там за какого-то участника, а это он сам, да. Вот это можно так описать, Вася может, что он победил. То есть это неоднозначно в этом плане, понимает он или не понимает, да, вот это предложение. Но если мы скажем, Вася хотел победить, то оно однозначно, оно не допускает интерпретации такое, что он не понимает. То есть вот некоторые отражения в лингвистике это имеет, насколько это как бы критично для семантики и прагматики, из этого сложно сделать вывод. Ну вот опять в этом примере, значит, давайте возьмем ваш неоднозначный этот пример. Вася хотел, чтобы он победил, да, значит, он, в этом примере мы приписываем Васе желание, чтобы победил определенный индивид. А следующий вопрос, идентифицирует ли Вася сам себя с этим индивидом? Может быть, да, может быть, нет, вопрос остается открытым, да. Вот, вопрос, чего мы хотим от семантики и прагматики? Хотим ли мы понять, какую информацию выражает предложение, или мы хотим еще чего-то дополнительного? Вот мне кажется, что вопрос, значит, мне кажется, что семантика, как и прагматика отвечают вот на этот вопрос. Семантика отвечает на вопрос, какую информацию предложение выражает, а прагматика отвечает на вопрос, какую информацию этот говорящий хочет передать. Вот, и в обоих случаях, ну, вот мы передаем информацию, что относительно определенного индивида Вася хочет, чтобы этот индивид победил. А вопрос о том, идентифицирует ли Вася сам себя с этим индивидом, хотим ли мы этот вопрос отнести к семантике или прагматике? Мне кажется, что это несколько такой контринтуитивный, контринтуитивное было бы желание, нет? Это же тоже часть информации. Ну, и, допустим, из Вася хотел победить, это можно сделать вывод даже такой, да, что он ассоциирует себя с этим индивидом. То есть это прям вот логическое следствие какое-то. То есть идентификация, на которую он хочет, чтобы тот победил, это часть информации, которую выражает или передает предложение. Да, и в примере Анны там аналогичная мысль, значит, индивид передает информацию, в которую вшит способ идентификации этого индивида, да, определенный. Надо пора загласить, спасибо. Да, Ольга, пожалуйста. Да, я тоже продолжу в то, что было сказано, где я говорила о тех способах аргументации, что, мол, вот у нас субъект является самосознающим, осведомленным о себе самом и так далее. То есть когда вот эти формы с герундием употребляются, то есть да, он передает информацию о том, что у него есть самосознание. И вот эта информация, она с нами считывается, исходя просто из семантики предложения, из значения слов, которые там есть. Или же она считывается при помощи того, что мы привлекаем какие-то дополнительные вот эти вот факты, и вот он действительно хочет это передать, как вот вы сформулировали сейчас разницу между семантикой и прагматикой. То есть вот в этом смысле да. А вот возвращаясь к тому, что вы с самого начала сказали про вот финальной неверной идентификации объектов, что вот все примеры, которые мы приводили, истории всякие различные, я бы скорее сказала, что я вот в своем докладе, я же не случайно их назвала историями. То есть это своего рода попытки аргументации, которые предпринимают вот эти авторы, которых мы смотрели, для того, чтобы обосновать, почему же все-таки дэссе нельзя свести к дэрэ и к дэдикто. То есть сами эти примеры, они действительно не про семантика или прагматика, то есть семантические или прагматические факторы влияют на интерпретацию предложений как дэрэ или как дэссе. Это просто попытка с их стороны, как мне кажется, обосновать, почему все-таки дэссе нельзя уводить просто в дэрэ. Что вот там у нас меняется поведение, а как мы будем объяснять поведение, если у нас, значит, нету разницы между дэрэ и дэссе. То есть эти примеры, я согласна здесь с вами, что они напрямую к вопросу о разграничении там семантики и прагматики, они не связаны. Это просто как бы, не знаю, дополнительный способ обоснования с их стороны, почему все-таки дэссе не сводимы к дэрэ. Спасибо. А вот как раз об этой несводимости дэссе к дэрэ у меня тоже был еще один вопрос. Значит, я хотел поставить под сомнение или выразить, сказать о своем непонимании примера Кастанеды с редактором «Чего там журнала» или газеты «Соул». Вот давайте я свое недоумение так формально представлю. Значит, ну давайте я использую дескрипцию «The F», где «F» – это предикат, ну там, например, быть редактором газеты «Соул». Потом, ну, пусть это будет бел, значит, он считает, думает, это оператор, да, и то, что в области действия этого оператора. Значит, еще раз пишу «The F», ну там «Is B». Значит, та же самая дескрипция. Короче, редактор этого «Соула» думает, что редактор «Соула» является миллионером. Это одно предложение, которое я предлагаю рассмотреть, и аналогичное. Хи из «П». Редактор «Соула» думает, что он миллионер, и вот это «Хи» давайте рассматривать анафорически, как анафору вот с этим антицидентом, да, дескрипция «ВФ». Значит, суть этого примера, как я его понял, состоит в том, что первое предложение является истинным, а второе – ложным. Почему первое предложение – истинно? Потому что, значит, синтаксически вот эта первая дескрипция используется «ДРЭ». Ну, синтаксически, в смысле, что она не входит в область действия оператора «Белив» по отношению к этому оператору. Эта дескрипция занимает положение «ДРЭ». А вот это уже «ДДИКТОМ». Значит, одна и та же дескрипция сначала используется «ДРЭ», потом «ДДИКТОМ». Вот, и благодаря этому первое предложение является истинным. А второе предложение – ложно, потому что, ну, вместо «Хи» мы могли бы поставить опять эту же дескрипцию, но опять же, значит, так, чтобы ее интерпретировать «ДРЭ». Потому что «Хи» относится анафорически к этой дескрипции, которая вот занимает положение «ДРЭ» и поэтому интерпретируется «ДРЭ». Ну, и вот получается, в этом примере как бы у человека есть знание «ДДИКТОМ», но нет знания «ДСЭ». Ну, вот это в данном случае, значит, это интерпретируется, если я правильно понял, как «ДДСЭ», а почему, собственно, это не интерпретировать как «ДРЭ». Дело в том, что в области действия оператора находится местоимение, которое, ну, на самом деле интерпретируется вне области действия оператора, потому что анафорически относится к дескрипции, которая находится вне области действия оператора. Значит, я предлагаю, короче говоря, этот пример интерпретировать не как «ДСЭ», а как «ДРЭ». И тогда получается, что этот пример не показывает, по моему впечатлению, что «ДСЭ» нельзя редуцировать к «ДРЭ». Это как раз-таки пример не отдельной модальности «ДСЭ», ну, или как это сказать, в общем, не отдельной установки «ДСЭ», а установки именно «ДРЭ». Это мое дилетантское впечатление. Интересно, Ольга, как бы вы его прокомментировали? Я не помню, как он аргументирует, что это не «ДРЭ». Он аргументирует, действительно, это где-то есть у него в его статье, но я не помню, как он аргументирует, почему это не «ДРЭ». Вы согласны с формализацией, вот с этой формализацией? Иван, у вас комментарии, да? Ну, опять же, второе предложение, оно неоднозначно в этом плане, опять же, знает он про себя, вот это «Хи». Да, то есть, опять же, неоднозначно, знает ли он, что вот этот объект, который он слайд с «Хи», это он сам или нет? Понятно? И вот поэтому это, ну, некоторые считают, что это два разных «ДРЭ», одно из которых «ДСЭ». То есть «ДСЭ», как частный случай «ДРЭ» рассматривает. То есть «ДСЭ» — это «ДРЭ» с дополнением, что объект идентифицирует себя определенным образом, да? Да, это вот один из взглядов, да, что это вот, ну, специальное отношение и знакомство, которое мы имеем с вами. Да, вот этот вот особый способ репрезентации себя самого, самому себе. И грамматически, как бы, вот по самому предложению не видно, как бы, имеет ли место этот особый способ, это мы должны, ну, как-то догадываться, да? Да, Алексей, пожалуйста. Вот у меня вот есть два комментария, вот, как у Козыревой. Оля, во-первых, у тебя там был тезис про предложение, что «I remember giving lecture», вот это все, что там предполагается наличие вот некого там личного опыта, да? Что вот, как бы, вот ты, когда ты говоришь, что ты это помнишь, что ты помнишь, что ты, вот именно ты вот давал эту лекцию, вот ты вот там помнишь. Ну, вот, строго говоря, в самом предложении этого нет, потому что, когда я говорю, вот, просто «I remember giving lecture», то есть это же не обязательно речь идет о лекции, которую, там, я давал, может быть, я присутствовал при лекции, которую кто-то другой давал, кто-то другой читал лекцию. Нет, подожди, если у нас там стоит «I remember giving lecture», а как ты хочешь, чтобы там было прочтение, что… Ну, например, «I given», там, может быть, ну, очень странно. Нет, если в этом примере, вот если ровно в этом примере, то есть «I remember giving lecture», там одно прочтение, что я помню, что я читал лекции. Мне кажется, это не очевидно. Нет, ну, я могу, конечно, оставить процент вероятности или неуверенности, потому что я не носитель языка, вот, но так мне, сходу, кажется, что нет там одно прочтение. Ну, вот я тоже не носитель, поэтому мне тоже это не очевидно, кажется. Мне кажется, что, вообще говоря, вопрос-то ведь не о том, вопрос в том, если я помню даже лекцию, которую не я читаю, а присутствую просто при чтении кем-то другим лекции, все равно я помню, как читалась лекция. А, ну, в тех случаях, значит, когда используется конструкция с клаузой «that», я могу помнить, что лекция читалась, но я не имею в доступе в эпистемическом самого этого опыта о том, как это было. Ну, мы можем сделать просто «I remember attending lecture». Вот, все. Не, ну, здесь про другое не нужно говорить. Извините, коллеги, я напомню, что здесь слово даю я, и перед вами еще Михаил записался. Это сейчас Михаил, а потом... Михаил. Ну, да, все правильно. А, окей, давай, тогда вернемся на шаг раньше, да. Вот мне тоже какой-то вопрос вызвал по поводу грамматики русского языка. То есть, еще раз, я правильно понимаю, что ты постулировал, что когда местоимение сам появляется, то это однозначно там именно десе, да? Ну, не я постулировала это «они так говорят». Кто они? Ну, всякие Кастанеда в том числе. То есть, это, в общем-то, его вот «he himself» — это вот оно. То есть, когда мы добавляем в английском языке вот эту, соответственно, дополнительное рефлексивное местоимение «himself», «herself», «themselves» и так далее, это дает нам возможность сразу автоматически понять, что речь идет о прочтении десе. Да, могут быть ситуации, когда это говорится вполне осмысленно и даже, наверное, корректно, но, тем не менее, там не будет, там не предполагается, что там субъекты есть, как ты там говоришь, эпистемический доступ к самому себе в этот момент. Ну, грубо говоря, там мне приходит в голову такой пример адовый, как ты говоришь, когда вот какая-нибудь девушка, ну, допустим, пускай ее зовут Алиса, она очень страшная, например, но она об этом не знает, потому что ей мама всегда говорит, что она самая красивая на свете. И вот там походит какой-то кастинг девушек там на конкурс красоты, и она туда приходит поучаствовать. И вот приходит там человек из агентства и говорит, ну, слушайте, почти все красивые, почти всех берем, вот кроме Алисы. Алиса возмущается, почему-то вы меня не берете. Он такой думает, блин, сейчас она нас в суд еще подаст, еще что-нибудь, что делать. Говорит, вот к зеркалу, вот ты, вот подойди вот туда, говорит. А там, допустим, зеркало, она не знает про это. Она подходит к зеркалу, видит себя впервые в жизни в зеркале, там мама прятала от нее зеркала. Вот, такая, о, какое страшилище, что оно тут здесь, что оно здесь делает? Как его сюда пустили вообще? И агент там говорит, ага, ну вот, Алиса не спорит с тем, что все девушки, присутствующие остальные, красивые, но она согласна, она сама признала, что она сама у Родины и как бы не подходит для этого. То есть вот здесь вот то, что он говорит про нее, что она считает, она сама вот, получается, сказала, что она сама у Родины, да. Тут же не предполагается, нет этого эпистемического доступа, что она вот понимает, что именно это она в зеркале. Надо подумать. Ну, по крайней мере, этот директор модельного агентства ей именно это приписывает. Он воспользовался тем, что она буквально сказала, чтобы именно это ей приписать, да, что она именно о себе это признает. Ну, окей, значит, Михаил и потом. Спасибо. Я хотел бы пару тезисов выразить в немножко развернутой форме. Первый, ну, тезис или призыв, согласующийся с тем, что обсуждалось ранее, что хорошо было бы лучше разобраться вообще, о чем мы говорим, когда говорим об этом, в каких терминах нужно об этом говорить. И вот если убирать между семантикой и прагматикой, я бы вообще выбрал, может быть, синтаксис на каком-то уровне, по крайней мере, в каком-то аспекте. И применительно к термину модальность, я бы тоже вопрос задал, можно ли это назвать модальностями. Потому что если вспомнить самый школьный классический пример, по-моему, Аквинского, с которого, вероятно, все начиналось, то там вообще-то десе и дедикта, прошу прощения, и ДРЭК говорится применительно к модальности, к модальности необходимости. Ну, и тогда это получается, ну, может быть, модальности тоже, но такие модальности модальностей, это, вероятно, стоит учитывать. Вот, а этот школьный пример, он состоит в том, что здесь разница синтаксическая между применением модальности и необходимости. Мы можем сказать, с необходимостью сидящий является сидящим. И у нас получится истинное предложение, опять же, с необходимостью аналитически истинное, как потом вы сказали, пожалуй. А можем в другой синтаксической позиции употребить модальный оператор, сказать, сидящий является с необходимостью сидящим. И тогда у нас получится вроде бы ложь. Ненеобходимая истина, точнее говоря. И, по сути, это различия синтаксические. В первом случае модальный оператор выступает как модификатор условий истинности приложения, а в втором как модификатор условий выполнимости преддикатора. Но синтаксические различия это тоже влечет за собой некоторые, которые сейчас, собственно, мы увидели. Но зачастую это говорится вроде бы неприменительно к синтаксису вообще, а именно о семантических или, может быть, прагматических, содержательных в широком смысле различиях. И вот в этом ключе, допустим, можно говорить о различных прощениях одного и того же, что синтаксически выглядит, по крайней мере, одинаковым. Например, известный пример про Шлимана. Шлиман искал местоположение Троя. Местоположение Троя это Холмгис Орлык. Следовательно, Шлиман искал Холмгис Орлык. Хорошее это рассуждение или нет? Ну, обычно кажется, что не очень хорошее, потому что Шлиман и так мог без труда узнать, где находится Холмгис Орлык, потому что он был на картах указан в Торя. И, ну, вот получается, что вроде как логического исследования здесь нет. И утверждение о том, что Шлиман искал Холмгис Орлык, оно ложное. Но в некотором смысле оно все-таки истинное. Потому что вот это же тот же самый, именно тот объект, который он искал, значит, все-таки в некотором смысле он этот Холм и искал. И вот таким образом можно провести это различие между Дэдикто и Дэре. Про ДС пока я не говорю. Ну, есть перспектива вот в таких сугубо содержательных моментах найти все-таки синтаксическую составляющую. Ну, то, что, собственно, было показано в докладе Ивана и вот в вашем анализе примера. Ну, и вопрос, наверное, в том, насколько это будет сводиться к синтаксису. А ДС с этой точки зрения, пожалуй, оно действительно кажется вариантом Дэре. Но второй мой тезис состоит в том, что может быть разница между Дэре и ДС все-таки есть. Но эта разница, она стоит не в том, что ДС – это, скажем так, указание на личную перспективу, на такую конкретную индивидуальную перспективу. Потому что Дэре – это тоже указание на конкретную перспективу. Вот, например, перспективу Шлимана. Когда он искал местоположение Троя, он исходил из своей перспективы, и его в перспективе Холмгис Орлык не являлся его объектом искания. А в нашей перспективе – это один и тот же объект, мы отождествляем их. И поэтому в Дэре тоже вот этот перспективизм, он заложен. Но, возможно, в ДСС перспектива другого рода. И если различие между Дэдикто и Дэре, оно проходит именно по знаниям, в чем разница между нами и Шлиманом в этом отношении. В том, что Шлиман не знал, что Холмгис Орлык – это местоположение Троя. То в ДСС перспектива, она задается каким-то другим образом. Ну вот тем, на которые так или иначе было указано ранее, ну или, крайне говоря, попытки были указать, что это некое из себя, так сказать, из своей точки зрения конкретной. И вот если такая содержательная разница есть, тогда в этом смысле эти модальности окажутся несводимыми все-таки. Ну, пример Льюиса, мысленный эксперимент Льюиса про богов. Вот там, почему столько он вызвал обсуждений, вопросов, разногласий. Вот там как раз-таки выходит на первый план вопрос о том, действительно есть вообще разница между этой перспективой знания, различий в знании и каких-то других различий, которые не сводимы к различиям в знаниях. Ну, вот спасибо. Сначала Анатолий, потом Илья. Спасибо. Первое замечание будет тогда по поводу английского языка. Значит, если бы мы говорили про какое-то абстрактное воспоминание о том, что есть был какой-то факт, мы бы поставили там артикль перед killing или giving, в данном случае, неважно. Но когда мы говорим remember, естественно, giving, тогда мы говорим о том, что это, по большей части, одно действие. Вот. И там можно проследить, что нельзя построить такое же предложение, которое будет иметь смысл, с какими-нибудь словами, которые не могут встать в один ряд. Например, да, I saw a killing будет говорить про то, что я не как бы I saw a killing, например, of men, да, или the killing of men. Не то, что я вижу и убиваю этим самым, понимаете? Вот, это первое. Второе, по поводу, наверное, вашего примера, опять, Алексей, с зеркалом, да, и агентом. Значит, вы правильно заметили, что девушка не знала, что это она себя видит в зеркале. То есть она могла бы сказать, нет, пообманывайте, это не зеркало, это картина или, там, не знаю, видео, допустим. Соответственно, опять же, d, re, к d, re, d, c, получается, не сходится. Вот. Ну и мне кажется, здесь вообще, в принципе, вопрос, получается, стоит о том, можем ли мы, как вот на доске показано, свести к d, re, выражение d, c. Соответственно, не используя, там, я и что-то другое, сводимое к этому. Вот, по поводу покупателя, я вот тут, Анне, показывал пример, не знаю, согласится она, что это релевантный пример или нет. Значит, когда мы имеем исключительно с третьей стороны взгляд и говорим о том, что покупатель просыпает сахар в магазине, а, значит, покупатель ищет просыпающего сахара. Значит, покупатель ищет, который ищет и просыпает, это один и тот же человек. И покупатель, значит, и есть только один, кто ищет, и тот, кто просыпает. Вот. Мы не можем сказать о том, что покупатель знает об этом, и, соответственно, что покупатель изменит как-то свое поведение, если мы не будем использовать вот это вот он с исключительным значением, что это был я, как бы я просыпаю или я ищу вообще. Если он не может сказать, я просыпаю или я ищу, значит, он не может знать об этом и не может изменить свое поведение. Для него это будет просто автоматический какой-то процесс. Спасибо. Илья, пожалуйста. Да, я хотел бы в ответ на часть реплики Михаила сказать про модальности. Дело в том, что в процессе написания некоторых совместных текстов мы обнаружили, что слово модальность вообще понимаем мы по-разному. То есть это к вопросу об интуициях вначале. Действительно, в стандартном смысле ни десе, ни дедикта, ни дере модальностями не являются. Это особенность... Ну, десе оставим. Как на доске, собственно, выражено, дере и дедикты – это просто виды структур, как у нас оператор располагается в предложении относительно квантера, там, например, если квантер есть. Но, как потом Оля мне показала, действительно есть такое употребление. Десе модалити, дере модалити – это другой смысл. И больше этих употреблений мы нашли у лингвистов, у тех, кто занимается... То есть это как бы модальность не в рамках, не так, как она понимается, в модальной логике или в аналитической философии у нас. Это скорее, ну, как бы модус контекста, не в каплановском смысле, а просто модус ситуации какой-то. То есть что я делаю? Я на какой-то другой объект навешиваю свойства, как в случае с ДР, например, или на себя. То есть это, ну, как бы вот больше про когнитивную и не только значимость какого-то действия, которое делает говорящий, когда он что-то говорит. Это немножко не та история. Вот. Ну и раз, чтобы дважды не вставать, что называется, про интуиции, которая, то, что вначале речь шла у Валерия Александровича и Виталия Валентиновича, я, в принципе, согласен. Но немножко просто в защиту Льюис, хотя я очень сильно не люблю его реалистскую метафизику тоже, но все-таки он, когда формулирует вот эту свою идею реализма в отношении возможных миров, радикальную, он использует аргумент от теоретической полезности, и он прямую аналогию приводит с тем, что, ну, вот математики же верят в существование множества. Зачем? Потому что так легко объяснить, почему утверждение математики истины. Давайте мы будем делать то же самое с модальными высказываниями, и все. То есть в этом плане мне как раз интуиция, его вполне понятно, она обычная реалистская интуиция. В общем-то, все, кто делали реалистские метафизики в отношении прошлого, в отношении значения, в отношении свободы, знания о себе и все то, что мы читали у Пикока, вот они все примерно одними и теми же интуициями и пользовались. Это обычная такая реалистская позиция, что мне так проще жить, когда я верю в эти сущности. Мне эта позиция не нравится, но она присутствует. Спасибо. Да, кстати, про эти самые модальности. Но я согласен с Ильей. Действительно, понятие Дере и Дедикта изначально это понятие синтаксические. Ну, по крайней мере, в логике это синтаксические понятия. То есть это некоторые положения относительно операторов, либо модальных, либо относительно отрицанием. Но в философской литературе часто действительно это понятие используется, ну, как что-то вроде аспекта, несинтаксическим, содержательным. Вот, и у меня еще вопрос, главным образом, к уважаемым докладчикам. Значит, все про то же, про сводимость или несводимость с Десек Дедиктом. Значит, Иван, по вашему примеру, с кем, с Фасией, который хочет, чтобы он победил. Значит, итак, у нас есть два понимания этого предложения, две интерпретации. И почему бы нам не различить их именно как две интерпретации Дере. В одном случае мы... В обоих случаях у Васи есть какая-то установка по отношению к определенному объекту, там, к бегуну, например, на дистанции. Вот, и кроме того, в одном случае есть, а в другом нет. Некоторые имеется или не имеется некоторая дополнительная информация у Васи в голове относительно этого бегуна, а именно это, что он сам и есть. Вот, то есть это два прочтения Дере, скажем так, одно более богатое, другое более бедное. И что ДС – это и есть вот это более богатое Дере, да? Ну да, но только обычно говорят не более богатое, а просто другое отношение к знакомству. То есть тут знакомство, как он видит себя на экране, а тут знакомство, как он ощущает себя внутри. А вот это, вот такое знакомство с объектом, как с самим собой. Короче, знакомство с самим собой, именно как с самим собой. Это некоторое знание, является ли это пропозициональным знанием о себе, или это некоторое свойство? Ну это, собственно, Льюисовский вопрос, только поставленный уже без экзотических миров с богами. Мне кажется, Льюис в этом прав, оно не пропозиционально, потому что можно действительно знать с точки зрения пропозиции все о себе, но не понимать, что это ты сам. Мне кажется, довольно это… Тогда получается, что установок ТС не существует, если мы с этим согласимся. Я имею в виду именно пропозициональных установок. То есть есть, например, так называемые objectual attitudes, ну и, может быть, можно эту десешность рассматривать как некоторую объектуальную установку по отношению к себе, но не пропозициональную, да? Совершенно верно. Такая, собственно, статья Льюис, она про то, что объектом установок является не пропозиция, а самопреписные свойства, потому что так мы можем больше знаний выразить, которые как бы… Преписывание свойств и пропозициональные установки. Пропозиция – это и есть приписывание свойства? Самопреписывание свойств, приписывание себе свойств. То есть, значит, любую пропозицию, знание любой пропозиции можно выразить через самопреписывание себе свойств. Приписывая себе свойства, обитать мир, в котором эта пропозиция истинна. Это значит, я верю в эту пропозицию. А почему с другой стороны не пойти? Почему приписывание себе свойств не считать пропозицией? Если, например, мы пропозиции, давайте в самом простом смысле будем понимать пропозиции в таком расиловском смысле. Как упорядоченную пару объект и свойства. Если упорядоченную пару, может быть, и можно. Хотя я не готов про это сказать. А вот если мы понимаем, как множество возможных миров, то тогда не получается. А Льюис именно про множество возможных миров говорит. Да, Анна. Насколько я понимаю идею Льюиса, тут смысл не в том, чтобы приписать какие-то свойства объекту, а именно в том, чтобы указать на то, что этот самый объект – это я и есть. То есть контекстно-зависимые будут. А тождество – это чем не свойство? Так дело не в том, чтобы тождество исключить из свойств. Дело в том, чтобы придать перспективальность всему этому. То есть можно сказать, можно приписать любые свойства объекту, можно отождествить его с кем угодно, и это все равно не поможет. Пока мы не установим, что этот объект, он не только так-то называется, обладает такими-то свойствами, но он еще и в этом контексте является мной. Но чем это не утверждение о тождестве, что этот объект является мною? То есть, ну там, автор бифокальных очков, изобретатель бифокальных очков – это я, позвольте представиться. Вот я как бы отождествляю, ну, объект, там, выделенный по какой-то, с помощью какой-то дискрипции, и себя. И тем самым я высказываю пропозицию о тождестве. Эта пропозиция не выражает свойства? Она выражает свойства, но она выражает свойства не этого объекта, а ваши. Если это пропозиция истинна, она выражает свойства обоих нас. Она выражает свойства обоих вас, да. Да, но как бы тот элемент, который делает всю эту конструкцию десешной, это именно вы, а не тот объект. То есть если вас не будет, если вы скажете, что этот объект изобретатель бифокальных очков, его зовут так-то и так-то, он живет там-то и там-то, но при этом не установите никакую связь между этим объектом и вашей конкретной перспективой, вашим контекстом, где вы это все высказываете, то это не поможет вам сформировать установку ДСР. У меня есть шутливый пример, он мне только что пришел в голову, ну это известная шутка, мужчина просыпается с похмелья, смотрит в зеркало и говорит, я тебя не знаю, но я тебя побрею. И вот мы не можем о таком человеке сказать, ну если он это говорит всерьез, что он хочет побриться, он хочет побрить того человека. Ну вот мне кажется, что когда мы говорим, что десешность связана с тем, что человек себя идентифицирует с кем-то, то получается, что это как бы в свете вашей, Анна, реплики, получается, что это неправильная, ну или неточная формулировка. Значит, дело не в отождествлении двух объектов, а в десешность это не отождествление с собой или с каким бы то ни было еще объектом, это как бы какая-то актуализация, привнесение, обращение внимания на некоторую перспективу. Вот так? А эту перспективу можно представить формально-семантически? Вот в какой-нибудь формально-семантической системе. Ну, мне кажется, никаких проблем в этом нет, просто нужны контексты. Ну, вот вчера же мы обсуждали, например, контекстуалистскую семантику Каплана, и я лично, лично я у него никаких перспектив не вижу, я у него вижу только объекты. И когда человек, если фразу там «я чемпион» по Каплану интерпретировать, то это будет утверждение о тождестве двух объектов и все. То есть это утверждение, которое синтаксически будет состоять в том, что мы имеем терм «один я», еще один терм «дескрипция», там «чемпион мира по шахматам», и между ними знак равенства. Ну да, но Каплан просто не ставил себе такой задачей формализовать именно модальность «десе». Я прошу прощения, я буду продолжать называть это модальностью, хотя я отлично понимаю, что эта модальность не в том смысле, в каком там необходимости и возможности являются модальностями. У нас, значит, самих контекстов недостаточно, нужно их определенным образом, эти контексты определять, да? Я думаю, что не контексты нужно определенным образом определять, а семантику вот этих вот выражений, отнесенных к себе, типа «побриться», нужно определенным образом определять относительно контекста. И можно использовать контексты Каплана вполне, почему нет? Ну, определите семантику этого предложения, Ваня хочет побриться. Или лучше так, Ваня бреется. Ну, я попробую, но я не обещаю, что я прям так вот с кондочка это смогу сделать. В смысле, вы сейчас попробуете? Ну, мы заканчиваем, но вопрос в том, может быть, Аня по-быстрому попробует. Да, Иван, пожалуйста. Если я правильно понял, вы пытаетесь свести десек к пропозициям при помощи тождества, да? То есть, чтобы это работало, надо знать, какому индивиду в модели соответствую я. А вот этого знания не хватает. А нам, что, я не понимаю вопроса. Дело в том, что, когда мы в семантике формально интерпретируем какое-то предложение, которое содержит слово «я», ну, если мы это делаем по Каплану, то мы знаем, к какому индивиду отсылает это слово в выбранном контексте. Но мы же интерпретируем всегда в контексте по Каплану, а контекст для слова «я» задает референт. Ну, хорошо, по Каплану, наверное, можно. Нет, у нас еще 4 минуты, Валерий Александрович. Евгений Васильевич, вы ошибаетесь, у нас, во-первых, 3 минуты, во-вторых, вопрос к Ане, насколько ее формализация готова или нет. Ну, лучше, видимо, после. Давайте, у нас будет кофе-брейк на Анину формализацию. Коллеги, короткая реплика. Да, у меня совсем короткая реплика как раз к вопросу вот о названии модальностей ДСЭ или немодальностей. Лучше, наверное, их называть, и нам уже потом пришла в голову эта формулировка, как ДСЭ прочтение конструкций или там высказываний с пропозициональными установками. То есть это ДСЭ прочтение. Но она может кого-то смущать. Но сначала нужно разобраться с тем, что такое ДСЭ, а потом мы решим, можно ли эту штуковину называть модальностью. Да, или, например, можно называть зеленым огурцом. Ну, как технический термин, просто временным. Ладно, коллеги. Да, да, да. Вот, мы различили как минимум три вида огурцов. ДСЭ, ДДИКТА и ДРЭ. Это значит, что мы, как ботаники, не зря провели время. Коллеги, у нас перерыв на Анину формализацию полчаса. Помимо Аниной формализации мы, конечно, всех приглашаем подняться на третий этаж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!